Сегодня буду пить из юстеховской бутылки. Ну, охренеть теперь. А какая там бутылка? Блин, вот посмотришь потом на запись. Я вот в данный момент... Из Welcome Pack'а, которая? Я причем поинтересовался. Не то, чтобы мне интересно было, сколько они на нас денег потратили. Но я пошел, и такая вот, точно такая же бутылка, но без гравировки юстех. Типа, знаешь, кассика 2 стоит. Или 4. Где, простите, тогда не будем вырезать. Пусть все знают. Конских цен, блин, просто стоит. Я охренел. На Озоне где? То есть не то, что ты, знаешь, пошел куда-нибудь в прагматику, где занимаются как раз гравировкой, и там типа база стоит 2 кассика, и гравировка еще 2 кассика. Я вот не знаю, где они гравировку делали. Может быть, у них как-то запросили, чтобы... Вот нужна конкретно бутылка там вот с такой металлической крышкой, да? Вот. Но, короче, я пошел... Вот точно такую же бутылку, она как бы имеет свойство растягиваться. Вот. И таким вот как бы... Ну, она как вот у вот этих вот автобусов, где гармошка. Вот она гармошка такая. В нее наливаешь, она становится как бы большой бутылкой. И, короче, реально, это типа дорогая бутылка. Прикинь? Я думал, что эта бутылка, ну, типа, стоит 0 у китайцев сарана. Это интересно, блин, что за бутылка-то, а? Практически буду тебя просить сейчас мне в Телеграм фотку присо... А, на что ты меня еще сфоткаешь? Я тебя, да. Я тебя сфоткаю после, так что ты не... На тапок уже, знаешь, именно... На тапочек, да. Собственно, на отдельный телефон маленький, на какой-нибудь Sony X... Эту... Xperia. Xperia. Как это сказать? Нет, я хотел, знаешь, вот эти старые, как они называются? Sony Ericsson. Вот. Она тоже нормальная. Подожди, а этот... Там... Она термос или нет? Нет, она не термос, потому что она резиновая. То есть она гармошка. Но это, которую Саня потерял и сокрушался. Из велкомпака, да. Ну, я просто... У меня не было велкомпака. Я так давно здесь сижу по Умбутуну, что у меня не было велкомпака. Я могу его за юзкой накупить, но не буду. Короче, да, я тебе сфоткаю. У меня есть из Дубая полностью металлическая такая бутылка. Balloon Adventure Dubai. Так. Вот. И она тоже металлическая, с металлической этой. Но там-то колба внутри. Ну, воздушная, как бы микротермос такой, так скажем. И есть термокружка юстеховская. Она тоже с колбой. Она тоже металлическая, там, с гравировкой. Вот это всё. Короче, теперь даже интересно. Я сфоткаю, и Саня будет плакать, потому что он реально очень балдел с этой бутылки. Тут у этой бутылки ещё есть карабинчик. То есть ты как бы себе можешь как бы прицепить. Причём такой качественный карабинчик. Короче, качественная бутылка. Ну, она даже пластиком особо не воняет вроде бы. Вот я сейчас пью. Вот. Но просто как факт, что, ну, тратится. Может, это как-то, ну, ладно, не будем. А то вырезать много надо будет. Меня, кстати, зовут Александр Гончаров. Всем привет. Меня зовут Никита Тарасов. И что можно сказать перед нашим подкастом? Какие-то вступительные слова. Кстати, у нас обычно Саня пишет, я просто вам немножко подноготную. Он пишет некий небольшой такой скрипт нам, такой сценарий, в котором обычно написано, где рекламу сказать, где партнёров наших сказать. Сейчас я что-то не наблюдаю в нашем скрипте. Сейчас я добавлю. Я как Нолан тебе сейчас от руки, короче, напишу, пошлю, папки замаханы. Спасибо, что снялся в главной роли. Да-да-да, сейчас я... Потому что я выставил это буквально недавно. Выставил, в смысле, порядок. Так, слушай, а тут порядка-то нет у меня? Или ты чувствуешь? Я имею в виду, выставил у себя в Firefox, но не в телеэтом. Не в телеэтом. В телемагазине. Уже не называть, уже в телеэтом. Сейчас сек, сейчас, мне нужно ещё. Ты можешь пока рассказать, чем ты сегодня завтракал, пока я это делаю, и мы не будем это вырезать, потому что будет прикольно. Короче, я сегодня, во-первых, пил кофе, как минимум. Причём я выпил второй уже кофе, только что перед подкастом, уже в середине дня, ещё один. И поэтому я себе налил водички, потому что я умру, если я буду сейчас под вторым кофе сидеть. Второй кофе я не заедал, поэтому я сегодня именно на измене буду сидеть, попивать водичку. И с пульсом, ну, 77 ударов у меня в минуту всего лишь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Интересно, у меня сколько? Я тоже не обедал, и тоже завтракал, но неплотно. Всего два бутерика съел и йогурт. Вот, и я-то вывел себе, у меня пульс, он прям на основе у меня в часах. Не, я зашёл в приложение пульс, 5 минут назад было 66 ударов, сейчас 84. Ну вот, сейчас переволновался наш подкаст. Хорошо, тогда у нас всё есть для того, чтобы начать. Есть сценарий, есть главные персонажи, главные актёры. Начнём с того... Есть кульминация, есть твисты. Да, да. Причём, я забегая вперёд, скажу вам, что сегодня, кроме того, что темки интересные и такие как-то общие есть, есть и сложные темки, вот я вижу, они на тебе. Не знаю, ты готов ли к этому, подкачался ли ты? Я всё расскажу. Я прям готов как никогда, если честно. Мне понравилось. Мне интересно, это потому что ты перечитывал по несколько раз или потому что ты просто осознал эти темки, или просто они тебе, я не знаю, близкие? Всё, я и перечитывал, и через чат GPT прогнал, и попросил мне написать summary. И, короче говоря, всё классно, будет, расскажу. Интересно. Ну ладно, ладно, хорошо. Я могу только сказать, что я не прогонял через чат GPT, потому что это бесценно. Это career.vustech.ru slash vacancy. Так, заходим. Вакансии. Да, если хотите поработать в отличной компании, которая присылает Welcome Pack и бутылку, из которой Никита сегодня пьёт, то у вас есть такая возможность, есть 39 вакансий. Причём в том числе даже разработчики 1С. Между прочим, с опытом от 3 до 6 лет. Не собачий. Не джуниоры, в смысле, а какие-то матёрые 1Сники. Прямо молодцы, да. В том числе project manager с техническим бэкграундом, например. Если вдруг вы хотите, ну вот как я, работали программистом, а теперь хотите немножечко поменеджерить, то эта вакансия потенциально для вас. Здесь много всякого. Мне, кстати, интересно было, что нужно много DevOps-инженеров. Реально несколько. Я чуть ли не 5 вакансий видел. То есть ты поглядываешь глазочком-то на DevOps-инженерию? Ну, давай так. Мне не хватает инжиниринга, так сказать, в моей жизни. Мы сейчас за два хостинга смарт-тейповских платим, просто потому, что у меня нет карманного DevOps-инженера, который всё нам доперенесёт с одного на другой, а мне этим заниматься некогда. Поэтому у меня... Это боль моя личная, DevOps-инженерия. Я понял. Ты посматриваешь, посматриваешь. Да, да, я просто, ну, откликается. Больше, чем голанг в скобках middle senior. Это что вообще? Зачем они мне... А может быть, хадуп? Тех, хадуп. Давай вот откроем эту вакансию. Во-первых, я зачитаю. ГК из тех входит в топ-15 лидеров разработки программного обеспечения на российском рынке по данным CNews Analytics. Кстати говоря, в топ-10 вошли мы по... Я не помню, почему. Короче, недавно мы на десятый... А, в топ-10, короче, среди стаффинга контор всех. Что тоже как бы мы ворвались прям в десятое место. Растолкали там всех. И да. В топ-7 лучших IT-работодателей России 2022 по версии Headcounter и Hubber Carrier. Ну и реально рейтинги довольно высокие. Из тех, вы можете почитать. Отзывы интересные. Вот это все. Четыре года подряд получаем первое место в субрейтинге Headhunter в номинации «Самые вовлеченные сотрудники». Обратите внимание на мою вовлеченность как сотрудника. Мы даже рассказываем об этой компании в подкасте. Мы первой темкой ее рассказываем. Не то, что так, знаешь. Теперь к Хадупу. Я не понимаю ничего. Я даже не понимаю из этой вакансии, что такое пить Хадуп. Что такое Хадуп? Надо спросить, опять же, в чат GPT. Ну, давай пока для начала посмотрим, что предлагаем. Из тех, одна из немногих компаний, которая предлагает удаленку до сих пор. И не шеймит тем, чтобы выходить вот это в офис, пить кофе бесплатный, печеньки бесплатные есть. Дорого стоит, кстати говоря. Потому что многие хотят из дома оставаться, работать там. Потому что даже в Озоне, в Озоне еще. Так вот, в Озоне это уже прям обязаловка идти в офис. Реально, во всех мейджорах сейчас это прям нужно. Опыт с технологиями Java, Scala или Python не менее 6 месяцев. То есть Хадуп – это штука, которая к стеку не имеет отношения. Это фреймворк для обработки больших объемов данных в распределенной вычислительной среде. Разработчик Хадуп специализируется на создании приложений, использующих возможности Хадуп для выполнения задач, связанных с большими данными. Big Data – разработчик, так называемый, видимо. Вот ключевые аспекты работы разработчика Хадуп. Spark – фреймворк для быстрой обработки данных. HBase – нереализационная база данных для хранения больших объемов. YARN – yet another resource negotiator – система управления ресурсами, которая корридирует работу компьютерных ресурсов в кластерах. Короче, Big Data очень нужны. Я… Ну, то есть, даже после того, как мне чат GPT это рассказал, ну, я, конечно, сейчас… Объясни попроще, как будто мы во дворе. Объясни попроще, как будто мы во дворе спального района российского города-миллионника. Представь, что Хадуп – это огромный склад, где можно хранить уйму всего разного. Еще он умеет быстро обрабатывать эти горы информации. Разработчик Хадуп – это типа парень, который умеет этот склад организовывать. Он знает, как правильно расставить все вещи, чтобы легко можно было найти нужные, и как сделать так, чтобы работа на складе шла быстрее. В нашем случае вещи – это данные. Фотки, видосики, тексты, таблицы и прочее. А склад – это компьютеры, которые связаны вместе в большую сеть. Эти данные такие огромные, что они влезут в обычный компьютер, и поэтому их надо хранить на множестве компов. Блин, слушай, а мне лучше стало, кстати. Да, естественно. Разработчик Хадуп уже захотелось устроиться, научиться этому и устроиться. Разработчик Хадуп умеет писать программы, которые говорят этой сети компьютеров, как обрабатывать эти данные. Например, если ты хочешь найти все фотки с определенным человеком среди миллионов других фоток, Хадуп поможет это сделать быстро. Также этот парень знает, как сделать так, чтобы все эти компьютеры работали вместе правильно, не тормозили и не ломались. Это немного похоже на то, как если бы ты организовал работу большой бригады рабочих, чтобы они вместе что-то построили и разобрали. Вот, это ближе к нам, ближе. Для нашего подкаста разъяснение. Все темы теперь буду так прогонять. В общем, разработчик Хадуп – это крутой IT-специалист, который помогает компаниям справляться с гигантскими кучами данных, делая это умно и эффективно. Ну, окей. То есть Хадуп – это хорошее, кстати. Скорее всего, это нормальная зарплата еще тема, судя по… Да, да. Хочется аж откликнуться. Да, после этого. Сказать, что я от Александра Гончарова. Кстати, не забывайте, что вы можете зайти здесь, найти какую-то вакансию и при приеме сказать, что вы от Александра Гончарова, тем самым вы поддержите наш подкаст. Серьезно так поддержите, я бы вам сказал. Окей, ну что, ныряем к нам? Ныряем по ссылке в описании, а потом к нам в темки. Кстати, сегодня у нас две темки из предложек. Из предложек из нашего чата бустеров. Я так понимаю, все ты забрал, да? Ну, обе. Ну, давай так, про JQuery 4.0 я не мог не забрать. Я испокон веков про это говорил. Я понимаю. А вторая какая? Вторая про черные дыры. Ну, ладно, хорошо. Подожди, нет, не про черные дыры. Про Ray Punk. А, точно. Я не знал, что JQuery, если честно, предлагуха. JQuery курил, предлагал. Все, это да. Ну, потом там все вместе с ним покекали и тоже захотели, поэтому, собственно говоря, это… А, так это коллективное предложение буквально. Странно, что он не про синтезаторы предложил тебе и не про… И не про лего паспорт. Да. И просто не про западную Европу, и как там классно. Ну, давай уж. Ну, пусть предложат в следующий раз, там тоже нормально будет. Короче, JQuery, тот самый JQuery. Он жив. Ну-ка. Он жив, во-первых. Интересно, когда вышла версия 3.7.1. А, кстати, тоже в 2023 году. То есть он давно жив, так скажем. Но вышла 4.0. И чтоб ты понимал, единственное, что изменилось, ну, это если так, суммировать, это дропнули поддержку E ниже 11-го. Угу. Ну, это нормально. Нормальное решение. Да. То есть, короче, как бы это ни звучало, JQuery модернизируется, но не сильно. На полшишечки. Ну, а действительно, это мажорная версия формально. То есть они не стали называть там 3.8, потому что, ну, реально дропнут кучу всякого. В том числе здесь, ну, тут целый список опишек, которые дропают, типа там JQuery CSS number из array и так далее. Ну, все то, что уже есть, начиная с E11 в ванильном JS и не требует, так сказать, JQuery абстракции. Поэтому тут в общем и в целом. Я так думаю, здесь, наверное, это написано. Я не помню, сейчас я посмотрю. Чё, тебе чат-джаппетита не подсказал? Это я не прогонял. Здесь я думал, разберусь сам, но, похоже, не разобрался. Я хотел узнать, насколько килобайт... Теперь меньше 20 килобайт газипнутые. Ну, сколько было мне теперь, интересно. Ну, блин. А сколько весит сама библиотечка, типа, ты имеешь в виду? Ну, да, да. Ну, типа 3.7, там, знаешь, 2 мегабайта, а теперь 20 килобайт. Я хотел вот эту дельту словить, но не словил. Есть классический jQuery Slim, когда там не нужен AJAX и другие всякие стендалон библиотеки. Ну, если вы юзаете, например, этот Axios или что-нибудь ещё для Ajax-запросов, вам это не нужно в jQuery, а это, ну, большой кусок jQuery. Поэтому есть jQuery Slim чисто для дом-манипуляций всяких и так далее. Поэтому можно ещё больше усугубить. Интересно, Slim минимизированный, сколько весит. Сейчас я попробую. Вот я зашёл на неё, и мне теперь интересно, как посмотреть, сколько... 56 килобайт, но это не газипнутые. А газипнутые, не знаю, как посмотреть. Ну, короче, сильно... Ну, хотя 20, тоже 19-91. Походу, 20 это Slim версия была. Не подготовился, не узнал вот эти классические супер... А, да, Slim Build в скобках, да, Now Below 20 килобайт газип. Но зато я это нам показал. Зрители могли видеть прямо во вкладке Network'а, что действительно 19-95, они как подгоняли, чтобы меньше 20 было. Угу. Пробельщики ещё больше там как-то сокращали и так. Ну, хотя пробельщики всегда газипятся в любом минифицированном... Даже без газипания в минифицированном виде уже нет пробелов, поэтому, собственно говоря, такое. Короче, классно. Кто использует... Ждём, когда в WordPress'е перейдут на четвёртую. Пока что это бета. И... Очень классно. А нахрена нужна вообще библиотечка-то эта? Замечательно. Вот чё там нового? Чё сделали? Чё четвёртая версия? Так я только что тебе сказал. Просто дропнули поддержку E11, дропнули... А я думал, тут какие-то чё-то убрали push, source, pass, place. Ну да, но они все были нужны как раз для того, чтобы типа в старом браузере работать, потому что тогда ещё в ECMAScript'е, в нормальном JavaScript'е буквально не было этих методов. А начиная с 11-го E поддерживается ECMAScript там какой-нибудь 5 версии там какой-нибудь. И там, собственно, уже есть нативные методы, и jQuery'евские просто не нужны. Таким образом, их убрали для того, чтобы... Полегче стало. Да, полегче. Уменьшить размер библиотеки. И, соответственно, на legacy-сайтах мы можем безболезненно... Ну, на тех legacy, где не нужна поддержка E11 ниже 11-го, можем обновиться на четвёртую версию и уменьшить там размер бандла или просто там размер JS-файла, который у вас там подгружается при загрузке сайта. То есть это такое, знаешь, именно, как говорят у нас в веб-разработке, гигиеническая задача. Чисто гигиенический релиз, когда... кому он нужен? Наверное, наверное, даже 3.7 какой-нибудь вот там, 1-2, его ещё будут поддерживать какое-то время. Вот. Наверное, недолго. Всего года до 2028-го. Но тем не менее. Но 4.0, ну, точно будут поддерживать ещё какое-то время, потому что 4.0 всё ещё в бете, повторюсь. Это даже ещё не официальный релиз. Может быть, он ещё, знаешь, как вот это любят в айтишных пресс-релизах, говорит, что какая-нибудь библиотека похудела. Вот jQuery похудела. Сбросила пару лишних килобайт, так скажем. И вот, может быть, когда выйдет релиз, ещё сбросят пару лишних килобайт. Может, там ещё что-то найдут, что выпилить и так далее. Но пока будут вот тестить для того, чтобы, собственно, понять, да-да или нет-нет. Угу. Прикольно. Хотел добавить про то, что вот кто старый пользователь jQuery и кто старый пользователь веб-разработки, так сказать, помнит, возможно, такие фичи, как jQuery Mobile. Вот ты, Саня, я думаю, помнишь не понаслышке такую фичу. Да, я даже... Да, да. Да, её даже можно посмотреть как демо. Вот если вы зайдёте, вот как в мобильном разрешении, там для айфона восьмого, например, зайдёте вот у себя даже в браузере на вот этот блок jQuery, который Саня показывает, он, может быть, даже вам продемонстрирует. Да, я сейчас включу. Чистейший jQuery Mobile, вот. И там очень всё вкусно выглядит, короче. И мне сразу вспоминаются вот эти вот времена, когда думали, а как сделать мобильную версию сайта? Может быть, сделать через jQuery Mobile? Хм, SEO же не будет SEO-шить там. Знаешь, всё же JavaScript-ом там всё, оно же вот там. До свидос. Там все вот эти выпадашки дропдауны, всё рисуется jQuery, причём там так ещё рисуется, что лучше бы не рисовалось. Или, может быть, на m-версию сделать отдельный сайт, и тогда это будет легко заходить на m-версию. Там вот это вот. И сразу... В app-версию ещё сайта. Да, да. Вот, короче, значит, вот это мне всё вспоминается. Почему-то, когда я вообще смотрю на jQuery, у них в целом и сайт, он немножко отсылает тебя не к 2024 году, а к 2014 минимум. Минимум. Вот. Но классно. Прикольно, что живёт, и что-то делают, и что-то там деприкейтят ещё. Интересно, интересно. Мне было хорошо послушать. Я вернулся немножко как будто в прошлое чуть-чуть. Есть у нас такой бустер, Олег. Мы с ним на самолёте вместе работаем. И мы как раз с ним не дали, чем месяц назад обсуждали jQuery Mobile. И он-то как раз застал ещё те времена, когда... Ну, короче, он ещё в ап-сайты делал. Поэтому jQuery Mobile – это для него ещё свежо, так скажем. Но да, её действительно деприкейтнули. Я прям помню, как мы темки для Drupal'а или Drupal'а, прости, господи, делали на jQuery Mobile. Пытались там что-то это. Было прям прикольно, короче говоря. Даже скупая ностальгическая... Кстати, вот новость про деприкацию. Именно деприкацию jQuery Mobile была в 21-м году. Вот тогда это случилось. Ну вот, тем не менее. Пишите в комментариях свои истории успеха или неуспеха с jQuery или с jQuery. Ну, вообще, без шуток, до сих пор ты ставишь какую-нибудь темку WordPress-овскую из... Ну, я не буду врать насчёт 2024, например, но 2022 ещё вовсю jQuery-ное. И, собственно, jQuery всё ещё в бандле WordPress, и ты его можешь подключить, даже не идя в CDN-ку. Он буквально встроен в WordPress. Вот, ждём, когда встроят версию 4.0 Slim. Slim-ку. Мы будем прошку юзать. А прошку, да. Да-да-да. Но кто-то будет юзать Slim-ку, и будет прям прикольно. Поэтому пишите. Дальше у нас классное от тебя. Буквально у нас продолжается разработческий блок. После jQuery у нас разработчики, блок, переходят к хостингу. То есть какой мы хотим использовать хостинг. Если вот, например, мы на jQuery Mobile сделали замечательный сайт для мобильных девайсов. Конечно же, SmartApe. Правильно? ewebizign.ru slash SmartApe. Заходим. Это как бы ресурс наш, ewebizign.ru. Никто никого не обманывает здесь. Там есть реферальная ссылка на SmartApe, с которой мы уже, как это называется, коллеги, сотрудники, партнёры, ну, тоже очень много лет. Столько jQuery нету, сколько мы лет со SmartApe. Ну, ладно, примерно столько же, на самом деле. Очень много. И нас, опять же, вообще вот они не разочаровывают. С каждым днём только, наоборот, очаровывают всё больше и больше своими, во-первых, ценами доступными. А во-вторых, ну, вообще своим железом, всем сервисом замечательным. Кто-то там нам иногда пишет, что какие-то бывают проблемы, но, по-моему, они... Кто хочет, он их решает, эти проблемы со SmartApe. Ну, да, это, как знаешь, проблема, что там гнилой ананас купил. Ну, вернись, тебе вернут деньги. Я недавно так делал. И, ну, так бывает, да. То есть это крупные корпорации, крупные компании, а SmartApe – это транснациональная корпорация, потому что можно ВПС в Чехии купить. Соответственно, ну, да, окей, так бывает. Нужно пытаться просто быть взрослым и решать свои проблемы. Конечно, конечно. Кроме вот этих, ну, вот этих вот там единиц, которые что-то там говорили, что что-то там их не устраивает, есть еще и много людей, которых действительно устраивает SmartApe, и они им пользуются. Попробуйте и вы, если вы еще не слышали от нас вдруг, или просто вот, ну, ждали какого-то, может быть, дня, когда вам скажут, что надо попользоваться хостингом, заходите. uvdesign.ru slash SmartApe, переходите по нашей реферальной ссылке обязательно. Либо, если вы просто такие помните, что там что-то пацаны из uvdesign говорили, что SmartApe, я вот зарегался, можно нам сказать, кто вы такой, Саня лично, и вас прицепят к нашей рефералке. Нам просто будет приятно, прикольно, то есть вдруг вы хотите как бы еще и поддержать. Я уже даже забыл, что такая опция есть. Да, это я. Я как будто снова в 2019, когда мы об этом в последний раз говорили. Да у меня просто, как у стариков, длинная память начала работать, а короткая я уже ни хрена не помню. Вот зачем открыл холодильник. Поэтому, да, uvdesign.ru slash SmartApe, заходите, пожалуйста. Да, и в описании тоже будет. Я, кстати, больше тебе скажу, я сейчас вспомнил слово длинной памяти. А вот у них на сайте написано, что они с 2012 года работают. Я вот прям помню, как в 2012 мы заходили на 2IP. Вообще, откуда мы узнали про SmartApe? Была буквально реклама, баннер на 2IP. Мы там что-то смотрели домены, куда там с хостингов на хостинг, и там, короче, была реклама, что бесплатный период. Мы же первый год на SmartApe сидели бесплатно, потому что они бесплатно бета-тестились, как новый хостинг, новая услуга. И мы с тех самых пор с ними, когда они еще вышли на рынок даже бесплатно. Ну, то есть мы попробовали, и нам настолько понравилось, что мы вот с ними, ну, полжизни. Попробовав раз, ем и сейчас. Всю нашу практически рабочую жизнь и полжизни в целом, да. Но я помню, что раньше, видимо, они вот когда именно раскручивались, много было рекламы SmartApe везде. Либо у меня какие-то уже таргетированные на меня рекламы были. Но я видел много эту обезьянку, много видел. Сейчас эту обезьянку нигде не увидишь, только вот, видимо, если... То есть, видимо, сейчас... Да, сейчас, видимо, уже в рекламе не нуждаются. Я помню, мы когда-то рекламировали... Рекламировали, кстати. Говорили о том, что безлимитный... У нас это не реклама. Никаких ООО, ИП, ОГРМ. Просто рассказываем, что нам нравится. Так вот, был еще безлимитный хостинг, потом был 2.0, а сейчас уже 3.0. Но я так думаю, что сервис растет экспоненциально. Не линейно, в 2-3 раза, а в десятки раз. Квантовый сервис какой-нибудь у них классный вообще. Нифига себе. Поэтому ныряйте по ссылкам в описании. Про квантовый это вам спойлер из одной из следующих темок. Интересно, интересно. Давайте пойдем к следующим темкам. Следующая темка, это... Возможно, вас задолбала она, потому что если вы, допустим, ну, IT-чел какой-нибудь, то по-любому вы слышали про Apple Vision Pro, и как бы мы здесь, ну, не какие-то гениальные эксперты в Apple, хотя на самом деле гениальные эксперты в Apple, вот. Но, короче, отриньте это все, отриньте. Мы сейчас немножко, как сказать, я попытаюсь вам сказать то, что меня реально поразило в таком девайсе, как Apple Vision Pro. Вот, значит, начнем немножко. Историческая справка. Так. Пристегиваемся на 20 минут. Никто не поймет эту шутку, когда подкаст выйдет, но вдруг. Гарнитура смешанной реальности. Напомню. 3 500 тысяч долларов. Неважно. Ладно. Сейчас там дешевле. Там, на самом деле, вот я... Статья, которую Саня вам демонстрирует на MacRumors. В этой статье без приколов обсуждают в конце, что Apple Vision Pro, которая сейчас вышла, это только цветочки, разумеется. Дальше будет... Бета-тест, опять же. Да, дальше будет Apple Vision Pro 2. Дальше будет удешевленная Apple Vision Pro. И вообще они буквально... Да, буквально готовят четыре варианта разных гарнитур смешанной реальности. И теперь давайте пойдем. Ну, я немножко воодушевился этим, честно. То есть мне... Ну, я не буду платить 3 500 точно. Пока что. Может быть, я не знаю, когда-то, но сейчас пока нет. Ну, в кредит можно взять, наверное. В ипотеку, в лизинг. Но зачем, да? Если можно подождать SE. Короче, кроме этого, давайте просто вот пойдем... Apple Vision Pro. Вот вы слышите это. Смешанная реальность. Что такое смешанная реальность? Я буду вам говорить уже как на презентации. Давайте пойдем дальше. Я, если честно, вот когда смотрел... Я посмотрел Вилсакома, я посмотрел Хренома. И я, прикинь, то ли он так говорит, а у меня быстрая память не запоминает, то ли я просто тупой, то ли он так говорит тупо. Ну, это все, скорее всего, все эти факторы. Меня привели к тому, что я вообще не понимал, что такое смешанная реальность вот Apple Vision Pro. Я думал, что через эти очки, через гарнитуру можно смотреть сквозь их, а нельзя смотреть. Ну да, там экраны. Там два экрана именно, которые, видимо, они камерами показывают, что вокруг тебя. Ребя, но ты видишь не как сквозь стекло, а именно ты видишь изображение. Ты смотришь камерами. То есть у тебя 100 камер, 100 датчиков, 100 говна на голове. Естественно, поэтому оно столько и стоит, потому что там просто, короче, напихано всякого дерьма. То есть кроме того, что оно еще смотрит на твою морду, как я понимаю, то есть нижняя еще камера есть, и она как бы знает твое лицо, видит плюс твои глаза. То есть она знает, ну, как бы вот, как ты вообще, твою мимику. Там буквально в этой статье, в конце, написано, что Apple Vision Pro готовит к тому, что оно может по твоей мимике, вот постоянной, лицевой, опознавать, есть ли у тебя какие-нибудь депрессивные заболевания. То есть если ты всегда ходишь в каком-то определенном настроении, буквально. Вот. То есть, короче, эта штука, она вот сильно смотрит еще на тебя, кроме того, что вокруг она смотрит, да? Там написано, что она буквально так тебе в глаз смотрит, что она может обнаружить отек кровеносных сосудов глаз раннего признака сердечной недостаточности. Мяу. То есть, ну, ладно, допустим, это просто, это уже так, тестирование здоровья, скажем так. Кроме этого, вот просто, вот у тебя, значит, смешанная реальность. Смотришь ты через камеры, получается, на весь мир, да? И получается, что, ну, действительно, за рулем я бы не стал ездить в этой хрени, да? То есть, ну, мало ли, прикиньте, откажет один глаз. Однако, ну, какая-то, или какая-то из камеры откажет. Я не знаю, мало ли, ну, бак. Забажит. И, ну, кроме... Да, я полностью согласен. Да. Молчу, потому что, ну, это как бы не обсуждается на данный момент. Либо, да, либо у тебя действительно там поиск Wi-Fi быстренько вылезет прямо на дороге, когда ты фуру обгоняешь. Да, да, да. И будет вообще классно. Поэтому, конечно, это не стоит делать. Ну, смотря на чем обгоняешь. Я сейчас смотришь обзоры на тачке, они там за тебя уже обгоняют. Полосы ловят там и всякое такое. Ну, да. Ну, хорошо, ладно. Допустим, ты на Тесле обгоняешь, она за тебя обгоняет, тогда может быть. Но я бы тоже как бы не стал доверять. Но, тем не менее, это штука, которая показывает тебе вокруг жизнь с помощью вот этих камер. И, соответственно, внутри этого видоса, который она тебе показывает, она рисует какие-то окна, да, которые ты там себе откроешь. Она рисует там те и окна, нативные, которые сейчас делают вообще со всей силы, вот как там Кинопоиск, это не реклама, опять же, сделал, да. Окно, короче, там, то есть нативное окно для Apple Vision Pro, которое там красиво все у тебя выглядит, видимо, там, может быть, даже по бокам там у тебя все, короче, полностью все в 3D, наверное. Ну, короче, прилки. Там есть прилки, есть встроенные прилки, очевидно, виджеты, которые именно там от погоды, от будильника, от всякого такого там, от Apple Music. Да, и, короче, вот из того, что меня вот конкретно поразило, почему-то про это, опять же, мало говоря. Это вот снятие видосов и фотографий, я не знаю, как с фотографиями, но видосы на сами Apple Vision Pro. И это будет 3D-видос, буквально ты, если снял видос на эту гарнитуру, ты можешь его запустить и оказаться вот в этом видосе. Ну, то есть это уже немножко какой-то, короче, вообще киберпанк максимально победил. То есть ты просто можешь в прошлом оказаться, потому что оно тебе нарисует вокруг тебя, ну, ту ситуацию, которую ты снял на очки. Понимаешь? Я не пробовал, ну, ничего из этого. Я имею в виду из каких-то таких гарнитур, там, Oculus'ов или что там еще раньше было. HTC, там, какой-то Vibe или как-то, что-то, ну, какой-то, короче, HTC-шный тоже же был, да? Ну, короче, и я вот не понимаю, но ты буквально должен площадку вокруг себя какую-то расчистить, чтобы там ходить, случайно не столкнуться, или как вообще это происходит? Ну, почему? Ты же видишь все, что вокруг тебя, если... Нет, а если, ну вот, окей, я в офисе, и я запускаю видос из дома, и в него хочу попасть. Видос из дома, понятно, но ты не... Мне кажется, ты там не сможешь ходить. В смысле, ты будешь просто видос смотреть, но он так будет иммерсивно выглядеть, что ты там находишься. Ну, что ты как будто в этот момент тоже снимаешь, просто в прошлом, да? То есть просто очень так тебя погружает. Вот, меня, ну, меня это поразило, мало кто про это говорит. Или, например, FaceTime. Там очень круто FaceTime нативно уже сделан для Apple Vision Pro. Тоже про это мало кто говорит. Там FaceTime, буквально, если ты FaceTime'ишься с другими Apple Vision Pro-шечами, у вас там какие-то морды ваши рисуются, прям, ну, вот такие, как видит вас гарнитура, и вы как бы этими мордами разговариваете, надо с видос. Ну, и, соответственно, если ты просто FaceTime'ишься с обычными iPhone-владельцами, то их как бы морды, именно аватарки, короче, они прямо у тебя везде висят, как бы, ну, очень как-то круто так сделано, я не знаю, очень погружающе, опять же. Вот, и просто, мне кажется, это задело на дальнейшее, что буквально ты будешь FaceTime'иться, и будешь уже, ну, по виртуальной реальности ходить своим аватаром, и от чуваки с Apple Vision Pro своими аватарами будут ходить, сидеть в какой-то там переговорке, например, да, и, короче, вы все будете, но на самом деле вы FaceTime'итесь дома сидеть, вот, по тебе расчистили зал перед этим, чтобы не своткнуться. Ну, у меня это, это первые вопросы, которые у меня в целом возникают, когда вся эта история пушится, не пушится, как там, ну, не столкнуться, и вот это все, именно, когда это ты, когда ты играешь там в игру, ну, то есть, ладно, когда ты камерами видишь, как ты говоришь, а когда ты именно там, я не знаю, в Mortal Kombat, ну, не в Mortal Kombat, я не знаю, в чем там, в Wii Sports. Так нет, когда ты играешь в, ты хотел сказать, в Fruit Ninja, потому что там только в Apple и в Кейт. Ну, или типа того, да. Ну, нет, я-то не про Apple даже, а, ну, про в целом виртуальные реальности и да всякие другие вот эти штуки. Угу, я понимаю. У меня-то этот вопрос возник еще, когда только Oculus всякие выходили и прочее, когда именно там, ну, ты, только для игр, когда это было. Угу. Видишь, тут, я так понимаю, все, что ты делаешь, предполагает либо сидячий какой-то экспириенс, то есть ты, если себе реально сделал полностью ничего не видеть в очках, выкрутил вот этот вот Digital Crown на них и сделал так, чтобы у тебя вокруг все стало, ну, другим каким-то бэкграундом. Да, ты типа, короче, тогда, ну, лучше не ходить, надо сидеть. Ну, и там тебе некуда ходить, потому что у тебя просто окна твоего MacBook'а, которые ты перенес. Ну, да. Да, короче, то есть особо не надо ходить. А так, когда у тебя этой хрени нет, в целом, ну, можно, да, ходить там, что-то видеть, просто окна будут у тебя везде висеть, там, заходить в кофейню, напоминаю, и прямо на кофейне оставить одну записочку, какой-то там кофе берешь или что взять там и видеть ее, короче. Ну, это, опять же, вы сами все это видели, поэтому я, допустим, не буду вам это... Я-то не видел. Я, например, вот не смотрел ни одного обзора, ни одной статьи не читал умышленно, чтобы вот слышать тебя сейчас как в первый раз. Хорошо. Тогда из еще приколов, там есть реально офигенная Optic ID. Это, опять же, я, честно, я читаю, и мне немножко это супер будущее. То есть вот у нас есть Face ID, да, на телефоне, есть Touch ID, да, там. А Optic ID, это штука, которая реально радужку твою сканирует, радужную оболочку, да, так круто сканирует, что, во-первых, оно сразу же как Face ID и можно платить глазом становится. Немножко крипово это все, конечно, я это читаю, вот. Ну, то есть разблокировка устройства, понятно, то есть ты по Джеймсу Бонду надеваешь и Vision Pro с помощью Optic ID понимает, что это ты и разблокирует тебе девайс. Вот. И, короче, ну, все, платить, если можно через него, значит, он очень хорошо распознает вообще радужку. Не, ну, слушай, вот эти сберовские терминалы, которые улыбка, оно же, в общем и в целом, примерно так же работает. И в Москве, в метро, ты тоже улыбаешься, в камеру тебя пропускают, у тебя бабки уже списывают. То же самое с терминалом там. Если ты биометрию в Сбербанке оставил, подключил, то ты вот в этих сберовских штуках, ты тоже в них смотришь, улыбаешься, и у тебя оплата проходит, это все. Ну, там, конечно, не радужку, там все-таки фейс-айдишная какая-то история, наверное. Вряд ли там настолько высокое разрешение у камер, чтобы прям глаза считывать. Но, да, мне даже это крипово. То, что ты сказал еще криповее. Тут вообще много криповых вещей, то есть, сделано так, как будто с заделом на будущее, что ты вообще будешь очень сильно в виртуальной реальности жить. И вообще, сама идея вот смешанной реальности, то, что ты видишь на самом деле не реальную жизнь, а то, что тебе как бы видос, ну, то, что тебе камеры сняли, это же как бы тоже можно с этим поиграться? То есть, тебе можно там как бы что-нибудь добавить тебе туда тоже, как бы не только твои окна, но и ты идешь по разрушенному городу, а у тебя вокруг построенный город, ну, условно, да? Или наоборот, идешь по построенному, у тебя разрушенный вокруг. Или просто у тебя реклама везде. Но это если ты, конечно, надел очки, да, то есть, ты можешь их снять, наверное, пока что. Вот. Короче, есть криповые вещи, есть, ну, меня просто это поражает, потому что реально удобно, и кажется, что это действительно добавляет чего-то. Не просто прикольчик, знаешь, типа вот выпустили и такой, ну, поприкалываться, но видно, что, короче, этим можно пользоваться нормально, и это как бы очень большой имеет потенциал. Вот. Так, там супер много минусов, чуваки возвращают, потому что у них голова болит через час, там неудобная клавиатура, которая показывается, ну, вот конкретно, которая летающая клавиатура, не твоя клавиатура от MacBook, которая тоже будет работать, естественно, да, то есть, ты будешь печатать, если просто на физической клавиатуре, все будет отлично работать, но ты можешь их клавиатуру открыть, и да, она там маленько не попадает пальцем. А как там, там надо, ты прям в воздухе ей печатаешь, ну, как бы... в воздухе рукой, да, рукой печатаешь. То есть, не силой мысли. Пока еще не так, да? Да, да, но силой глаза ты можешь, я так понимаю, направлять буквально курсор у тебя, то есть ты, когда ты глазом там, ну, по-моему, там даже TikTok можно листать глазами, то есть просто ты, видимо, там вниз смотришь, и оно у тебя листается. Вот. Но в целом он, мне кажется, вот, ну, на Safari будет понимать, как скроллить страницу, там, глазом и так далее. Ну, или, по крайней мере, будет активировать, то есть он будет видеть, ну, ты смотришь на вот эту страницу, и она активно становится. Хотя бы так. Да, ну, понятно, что и пальцами все, то есть пальцы, он видит твои руки через эти же камеры, вот, потом они у тебя превратятся в какие-нибудь там зеленые руки, орка, я не знаю, там, мало ли что можно сделать с этим дерьмом, но тем не менее, короче, видит, и ты там щипками этими передвигаешь все. Слушай, ну, я согласен, что вот именно, что потенциал, и вообще, ну, как можно возвращать, в смысле, что, ну, типа, блин, это значит, обманутые ожидания какие-то получаются, то есть, когда человек возвращает, это он, значит, ожидал чего-то другого, и типа, ему вот, ну, не подошло по каким-то, это там причинам. Ну, там придумывают разные причины, что, как бы, естественно, эта штука, она долго не держит заряд. У нее там на проводе, напоминаю, заряд, который, ну, вот, Powerbank буквально на проводе от уха идет тебе в карман, да, допустим, если ты в карман его положил. И да, он недолго держит, потому что это хреновина жрет, естественно, бесконечное количество энергии за одну секунду. там же M2 Proc, как минимум, M2, еще R2 или R1. R1. R1, да. А что такое R1? Он на что заточен, интересно? Ну, это все про датчики. R1 чисто датчики обрабатывает. понял. Да, а M2, видимо, твои камеры. Считает там всякое. Ну, просто операционка на нем работает. Да, естественно, все грешат, что это типа пастген уже. Ну, типа, что уже можно было и под современнее чипы поставить. Его, видимо, просто, ну, разрабатывали тогда, когда... Ну, да, что типа не Pro, понял? Что как бы Pro сейчас, это M3. Ну, это кек просто, учитывая, что... Ну, я не то чтобы оправдываю Apple, а просто я представляю, вот у меня бизнес, вот мы делали какую-то там пилотную штуку, и вот окей, сейчас получилось так, что можно серийно выпускать. Я такой, нет, блядь, не будем. Давайте мы вот сейчас все-таки это по новой, короче, с другими працами, а эту хороним, блядь. Ну, это странная тема, так не делают. Говорят, да, конечно, это первая наша версия. Вот мы посмотрим, что-кого, пусть пока эти разработчики апки пишут, Fruit Ninja адаптируют, там, ну, то есть, ну, реально, это же такая тема. Короче, не знаю, я не понимаю, зачем возвращать. Ну, ну, наверное, есть скамеры, которые чисто, чтобы 3500 вернуть, попробовать, но вернуть. Типа, знаешь, как со Steam и 2 часа, 2 часа не доигрывать, там, поигрался, 5 играть, и да. Ну, не знаю, короче, такая тема. Я тоже вижу очень большой потенциал, кажется, что, ну, кстати, здесь написано, что можно ее в розетку воткнуть, то есть не в Powerbank, а если ты сидишь именно за столом и работаешь, то ты втыкаешь просто в розетку, ну, там, в USB-шник, я не знаю, в USB-сишный, USB-шник, как MacBook зарядник, я имею в виду, и все, бесконечно. И сидишь в ней, то есть, ну, блин, как будто бы то, что мало держит, это, ну, это кринж пока на улице в этом ходить, или там, я не знаю, реально автомобиль в этом вести, но когда это какая-то стационарная история, именно для того, чтобы, знаешь, расширить себе, ну, продуктивность увеличить, реально обвешать все экранами там, и вот это все, я не, повторюсь, не читал статей, где там чувак себе 100 экранов сделал и работает, но по заголовку в целом примерно понятно, я же не идиот, хотя, кто знает, вот, но, в общем, в целом я по заголовку понимаю, что, ну, да, у чувака там командный центр сраный, как в самолете, тут одно, там другое, там третье, тут, в общем, не страшно, что ты ее воткнул в розетку, поэтому, ну, типа провод может мешаться, но ты как-то назад ее, знаешь, как базовую станцию для этого, петличного микрофона, просто назад ее перевел, да и все, поэтому, ну, такое, короче говоря. Ну, еще тут как бы люди очень хорошо дома используют, опять же, тут даже на превьюшке одного из видосов, просто там тетенька, короче, таймеры на каждое блюдо готовящееся вешает, то есть, уже у тебя просто реально становится немножко другой экспириенс, вообще жизни вокруг тебя, то есть, у тебя все становится немножко обэпплено, чуть-чуть, то есть, ты везде можешь какие-то, короче, дополнительные окна, фишечки поставить, и ты уже ходишь даже по дому буквально, и у тебя все, короче, дополнено, вот. То есть, это прикольно. Мечта, можно сказать. Я без шуток считаю, что нужно, короче говоря, Apple как-то отслеживать людей, таких как мы, и вот я уверен, послав нам по одной, это продуктивнее в миллиард раз, чем там, я не знаю, пол-Нью-Йорка это продать, ну, типа, реально, одумайтесь вообще. Согласен, вот, но из минусов, опять же, то есть, есть какие-то вещи, которые они пытаются сделать, дальше более популярными, потому что хочется денежки зарабатывать, но пока из того, что есть, это, если у тебя плохое зрение, надо линзы заказывать, определенные, вот эти оптические вставки ZEISS, которые, опять же, не везде есть, и, возможно, только в Америке есть, или, может быть, еще в Европе есть, но это надо дополнительно платить за них, естественно, заказывать, ждать, возможно, ждать, грамма-гранит, два месяца, пока изготовят. На них тоже там какая-то, может быть, очередь, вот, то есть, это тоже такое себе, напоминаю, что заказывать тоже лучше всего с твоим Face ID, когда именно покупать сами очки, потому что они тебе определенный ремешок, во-первых, вышлют, и подскажут, как там крепление установить лучше под твою морду, тоже как бы, вроде как, пофигу с одной стороны, с другой стороны, ну, класснее, чтобы это было уже, раз ты такие деньги тратишь, охреневший. Да, это как, знаешь, тачку покупать, и, ну, пойти там переплатить миллионы, купить ее у дилера, или полмиллиона, а не тащить ее из Киргизии, откуда-то там из жопы, ну, сейчас ряд машин, кроме как из жопы, не притащить, но, типа, если бы все было нормально, то вот это, ну, примерно такая же тема, что лучше получить нормальный экспириенс, а не обрезанный. Да. Ну, одно из самых, естественно, опять же, банальных, что выделяют именно, вот прям самое классное, это ТВ-шоу смотреть, потому что, видимо, ТВ-шоу передаются уже в Эпловскую прогу с 10 экранами, которые ты можешь там на матче футбольном расширить до, где счет, где следить за одним игроком, где следить за всем матчем, короче, все это у тебя перед глазами сразу же несколько окон, и ты сидишь такой, кайф, короче, еще пьешь пьешь. Должны быть именно те ТВ-шоу, которые под это адаптированы. Ну да, я думаю, что там же делают вещи сильно, вот, в этом, вот именно в этом направлении. Кино смотреть очень приятно, удобно, все 3D-шное, звук хороший, вот, именно из этих динамиков, которые как бы тебе уши не закрывают, то есть у тебя продолжает вокруг жизнь кипеть, и ты как бы, ну, там, не упустишь чего-нибудь, там, кипящие сковородки, опять же, которые тоже у тебя на таймере, Apple Vision Pro, вот, но при этом у тебя вот чуть-чуть из гарнитуры, как бы, не чуть-чуть, а 3D-звук там охрененный какой-то, то есть все хорошо с этим. А, кстати, тут в нее наушники-то никакие не встроены, да? В нее не встроены, но, опять же, если ты AirPods себе наденешь, никто тебе ничего плохо не сделает, можешь в AirPods сидеть, то есть если ты хочешь никому не мешать, можешь никому не мешать. Да, ну, для геймеров, если уже говорить, для геймеров, то, конечно же, она не может сконнектиться пока с PlayStation, например, там, и Xbox. Ты можешь сделать очень корявую хрень, типа, запустить приложение, причем не нативное, пока на Apple Vision Pro, а приложение с iPad, например, ремоут удаленного доступа для PlayStation, и у тебя это просто будет в окне, но, тем не менее, ты будешь в очках, да, ты будешь видеть просто окно, в котором ты будешь играть на PlayStation, вот. Ну, как бы пока так, то есть там даже, если честно, YouTube не сделал нативное, ну, может быть, когда этот подкаст выйдет, там уже Apple Vision Pro 2 будет, но сейчас пока даже YouTube нативное приложение не сделал для очков, для гарнитуры, вот, а пока просто тоже в окне открываешь и смотришь, в Safari буквально, вот, но сделают, сделают. Слушай, я нашел статью, здесь не есть некая, некий разработчик Джуна? Да, который сделал отдельный, вот, вот, который сделал нативное, тоже это, кстати, я у Вилсакома увидел, да, он тоже про это говорил, что есть чуваки, которые сами, знаешь, лепят за деньги, там, естественно, платное приложение покупаешь, и ты смотришь YouTube как бы в нативы, но мне кажется, что должны сами сделать. Ну, стопудово сделают. Да. Я вряд ли Google это бойкотирует, я думаю, они делают, ну, нормально, чтобы не обосраться. Да, скорее всего, просто Джуна сейчас денег заработает, и все, потом уже он нахрен не нужен будет. Ну, они будут, может быть, какие-нибудь фичи, там, обход опять платных, там, не платных, без рекламы. Ну, да, вот это что-то такое, я думаю, они имеют какие-то бизнес-модели, что дальше, но даже если они просто заработают и схлопнутся, ну, как бы тоже нормально. Ну, да. Что-то следующее сделают. Вот, я не знаю, что еще вам рассказать, такого интересного, может быть, если хочешь, говори, спрашивай, что из того, что я прочитал, посмотрел в видосах, я знаю, но в целом, вот гарнитура. Мне показалось, что это, типа, на самом деле нормальная тема. То есть, ну, у нас привычка, мы все как бы хейтим в основном. Я сейчас не буду, опять же, велсокомовскую пропаганду, что, или там, знаешь, какого-нибудь Антона Логанова, что, что вы хейтите, вы лучше деньги платите, и вам и так делают классно, да. Но, даже не по этому, а просто, короче, вот как-то так же с часами было, то есть, тоже часы сначала все такие поржали, а потом в итоге все ходят в часах. Но даже... Причем, я не могу сказать, что те, кто ходят, они много что-то делают в них. Да, просто ходят. Ну, то есть, реально, я думаю, что большая часть людей, ну, дай бог, там время смотрят и уведомления. Даже круги, про круги, и то не все закрывают, и не все вообще за этим следят, вникают там. Я думаю, никто не закрывает, скорее всего. Ну, вот да, то есть, как будто, ну, я давай так, мне, например, бесит, что убрали нативное приложение Telegram из часов. Оно было, и его убрали. Ну, коряво довольно работало, то есть, там можно было прям в список чатов зайти, посмотреть, кто что писал, но его дропнули, еще когда-то, год назад, наверное. Вот, мне не хватает прилов на Apple часы, то есть, вот у меня из не встроенных приложений есть дубль GIS, есть какой-то аутентификатор для WebMoney, иска есть по бреду, но в нем он мне просто пишет, проверьте соединение, попробуйте еще раз. Что, блин? Я иску использовал реально для открытия подъездов, и можно несколько подъездов прикрепить, удобно, якобы, но что-то как-то уже... У меня, видишь, нету нигде истного домофона, ни в одной из моих сотен квартир, поэтому как бы не могу протестить. Очень классно, на самом деле, там просто ты причем можешь иконку-то на рабочий столе же вывести, часовом, и ты просто в два клика открываешь себе домофон. Ну, короче, какой-то просто говно, я не знаю, у меня буквально даже Яндекс.Музыка здесь есть, но я не пользуюсь Яндекс.Музыкой. ВК есть вроде бы. ВК есть, ну, давай посмотри, что там тоже музыка, мессенджер, мой QR-код какой-то, еще шаги ВКонтакте. Ну, давай я жму открыть мессенджер, у меня он просто вылетает, и все, не открывает мессенджер. Классно. А, нет, вот, нет чатов пишет, но у меня нет, ну, как, это фейк, у меня есть чаты ВКонтакте. Короче, мне не нравится, что все, которые встроены Apple-ские приложения топ-топа, даже какая-нибудь рация сраная, все, которые не встроены, работает только дубль ГИС. Дубль ГИС реально прикольно работает, он показывает карту, показывает, типа, ты зумишь, он тебе показывает, типа, это радиус, который ты за 13 минут пройдешь. Если есть маршрут, он тебе их на часах показывает. Но мы с тобой всегда хвалили дубль ГИС за то, что они и с Apple-каром быстро адаптировались, и вообще, то есть, короче, вот они прям работают, молодцы. Других накидайте в комментариях, я прям прошу, каких-нибудь прикольных прилов для часов, которые, ну, типа, которые не стыдно поставить, и прикольно будет, и так далее, потому что, ну, вот ничего интересного я не могу, Outlook даже, вот я сейчас открою, добавьте учетные записи на телефон. У меня в телефоне она добавлена в Outlook. Почему какая-то, может, то, что я по первому разу это все запустил, и оно еще как-то надо еще один раз сделать, я не знаю, ну, в общем, странная тема, но, да, с ультрами я бы походил просто как с аксессуаром, так сказать. Ну, да, да. Ну, какие-то вещи все еще, по-моему, не может, к сожалению. Я всегда тоже удивляюсь, что у меня часы все еще не знают, когда у меня зарядился телефон. То есть, телефон знает, когда часы зарядились, а часы не знают? Как тебе? Подожди, почему? Здесь же есть у приложения устройство, ну-ка. Ну, мне пуш никого не приходит, я вот просто не разбирался. Пуш такого не, у меня тоже не приходил пуш. Нет устройств Apple, которые можно найти. Пидарас, прошу прощения. Может быть, у тебя там... Ну, да, локатор раньше был, его дропнули, добавили устройство, и устройство, это, короче, штуки, которые ты, по идее, должен был прям это, как AirTag, там, как по компасу идти, типа, в пяти метрах там, и, по-моему, на iPhone это доступно чуть ли не только с 15-го или там с 14-го, ну, короче, не у меня. Поэтому, да, походу не знает. Найти друга, ну-ка. Разрешите, блядь, однократно, давайте разрешаю. Там все за сахар. Найдите друзей родных на карте, в скобках делиться геопозицией. У меня жена добавлена, как друг, и я могу ее находить, но здесь опять пишет, найдите друзей родных на карте, типа, добавьте кого-то, можете, ну, короче, говно. Не понимаю, почему. Тоже не понимаю. Тему я полчасов затрону, затрону. Я даже в носу буду на камеру ковыряться от нервов, от того, как у меня жопа сейчас сгорела, от того, что реально я бы рад был бы. Причем я же заходил даже это, накидайте, говорю вам я, я заходил в App Store, делал фильтр, типа, прилы только для Apple Watch, и сухой, отнимленный таймер, и сна какая-то, вот это все короче, и все платное, разумеется, то есть, ну, такая тема, довольно ограничена функциональность, но именно все, что Apple-овское, все музыки, Apple Pay работал, пока работал, хорошо, вот это все, все что Apple-овское, календари, календари нативные, Apple-овские, я смотрю на часах, мне нравится, сообщения, уведомления, все кайф, почему сторонние разработчики, то ли там SDK такой скудный, знаешь, сейчас какой-нибудь разработчик меня вытащит, типа, слышишь, давайте покажу, что там в SDK, показывает, хуя, блядь, там доступ к одному датчику, есть к пульсу, и все, и то какой-нибудь там, надо Apple заплатить 100 евро в месяц, чтобы им пользоваться, ну, я утрирую, короче, ну, не знаю, в общем, вот такая тема. непонятно, с какой стороны халатность происходит. Да, либо со стороны разработчиков, либо со стороны Apple, как знаешь, все веб-разработчики хейтят Safari, потому что туда завозят все фичи, там, раз в 100 лет, ну, да, так и есть, но зато нормально работает, не сильно жрет батарею, и в остальном, ну, как бы прикольно. Например, Google Meet, блядь, меня понесло, Google Meet, есть такая штука, знаешь, да, у нее нет нативной приложки ни на что, она всегда в браузере работает, и именно в Safari очень плохо работает доступ к экрану, поэтому именно Google Meet, если вдруг кто-то меня туда затаскивает, то мне приходится в Firefox открывать, потому что иначе у меня зависает Safari, ну, типа, он хочет дать доступ, и оверлей, которым ты выбираешь, к какому окну или экрану дать доступ, сука, он не работает, все, его нету. У меня, конечно, стоит Safari Nightly, бета-версия и так далее, но я им не пользуюсь, может быть, там уже это сделали, а может быть, и не сделали, сука, только к новому DAPDC, скорее всего, сделают, потому что год пройдет, как все ноют, а может быть, и два, ну, короче, такая тема, есть вопросики, но с Apple Vision Pro, я уверен, такого нет, Apple, пришлите нам пару пар, причем одну с линзами, пожалуйста, для Никиты, чтобы это... Да, там минус два с половиной, минус три, еще разные линзы, то есть, это, понимаешь, насколько здесь там охренеет, от чего... Со стигматизмом, в одном, с таким-то, такие градусы, другом другие, но, в общем, прикольно, поэтому, спасибо, что рассказал, интересно. Да, не за счетов, пришлите обязательно, да, конечно, на самом деле, ну, там тоже есть свои проблемы, как мы видим, и на часах, и, может быть, на айфонах, и на всем, но я подозреваю, что они будут сильно развивать, будут сильно, и подозреваю, что и похудеют сами по себе гарнитуры, то есть, они станут реально... Как jQuery четвертый. Как jQuery, да, будут 20 килобайт, вот, и, короче, и удешевеют, просто надо чуть-чуть подождать, потому что там действительно написано в статье, что прямо в Китай хотят зайти с этими гарнитурами, и даже уже заходят. Не, я видел, до мая зайдут в Китай, а потом и в other countries. Ну, да, то есть, непонятно, конечно, в какие other countries, точнее, понятно, в какие они зайдут, но, как бы, все равно, это шок, я не думал, что, если честно, в Китае, ну, видимо, почему бы и нет, разрешают. Да это рынок, это просто ничего личного, только рынок, так сказать, как золотые айфоны. Да. Кстати, ну, опять же, в России-то их можно купить, ну, как бы, были бы бабки, что называется. Банданыч нам посылает статью. Предложена дикая идея, способная разгадать загадку черных дыр. Блин, это причем, смотри, 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 это перевод, да? То есть, это как какие-то ученые в говне моченые, американские написали. Да. Или какие? М. Саттер. Не знаю, ну, давай загуглим, как он выглядит, раз уж мы. Ну, он может быть и американский, конечно, но может выглядеть-то и не как американский. Не, он такой прикольный чувак, еще с микрофоном, то есть, он, видимо, астрофизик-подкастер. Да, он астроном, да. Ну, слушай. Да? Астрофизик. Не астроном, а астрофизик. Это разные вещи. А, я вижу. Сайенс, он еще и дикейтор, и сайенс коммуникейтор. У него прям на Вики, да, есть статья, то есть, он серьезный парняга. Сайенс коммуникейтор. Ну, он калтекич, видимо, как Шелдич, или Калифорния Политехник State University. Я не знаю, это калтек или другой в Калифорнии есть Политехник State University. Ну, короче, неважно. Наверное, возьмем за икс, что он дело говорит, тем более, это на каком-то наутилуз. Ни разу такого сайта не видел. Ну, походу, надо сюда заходить почаще уже, тебе говорит. Ну, вот мы на Хабр заходим почаще, там такое есть. Здесь, кстати, 84 плюса этой статьи. Это беспрецедентно до хрена для Хабра. Реально. Сейчас зайти в какой-нибудь, почему закрыли Киви Банк, там 9 плюсов. Хотя, ну, казалось бы, это интересно. Сейчас что-нибудь из разработки давай. Найдем. Сейчас быстро, это важно. API автотесты. Как достичь наиболее полного покрытия? 12 плюсов. И про черные дыры 84. Ну, всем интересно, видимо. Да. Короче, есть вероятность, что мы неправильно понимаем черные дыры. Все думали, что, ну, как бы черные дыры, это просто массивные гравитационные объекты. Ну, короче, место, в которое настолько тяжелое, что вокруг себя создает такую гравитацию, что в него все затягивает, а оно, типа, бесконечно тяжелое, и так далее. То есть, оно искривляет само пространство и время, в него все сколлапсируется и так далее. Типа, там настолько сильная гравитация внутрь, что оттуда уже потом не сбежать. Вот. Но чем больше изучается, а как они тоже, вот они изучаются, знаешь, так чисто смотрят в телескопы. Никто же туда не летал, так скажем. А есть там вообще что-то? Да, по фильмам Интерстеллара тоже, ой, Интерстеллара, Нолана тоже, это же Нолан снял Интерстеллар. По фильмам Интерстеллара, Нолан. Да. Вот. Тоже сложно судить, так сказать, хоть там все довольно убедительно звучит, но да. Короче, предлагают подумать, вдруг мы будем смотреть не на общую теорию относительности Эйнштейна, которая объясняет нам работу гравитации во вселенских масштабах, а попробуем с точки зрения квантового. Квантового. Квантовые чего? Механики? Ну, квантовые физики, квантовые механики. Я думаю, одинаковый термин плюс-минус. Классно. Вдруг сейчас там квантовые динамики, и я обосрался. Да? Какая разница? Нам не страшно. В этом подкасте уже не страшно обосраться по физике, потому что... Поэтому они предлагают, короче говоря, рассматривать черные дыры не с позиции того, что это гигантские... Это штуки с гигантской массой, а что это квантовые объекты. То есть объекты, в которых преобладает неопределенность. Вот. Соответственно, для научных предсказаний приходится использовать нечеткие правила квантовой механики. Ну, типа, электрон может быть либо здесь, у нас нет точных результатов. И самое главное, мне понравилось, после пропуска через чат GPT, там рассказали о том, что есть такая тема, как квантовая неопределенность. Это один из ключевых принципов квантовой механики, сформулированный Гейзенбергом. Он утверждает, что невозможно одновременно точно знать и положение, и скорость частицы, ну или импульс. Чем точнее определено оно, одно, тем менее точно может быть определено другое. Вот это вот мне нравится. Это, знаешь, как в мемах, когда ты включаешь тогглы, а у тебя автоматически другие отключаются. Типа, сделать хорошо, у тебя сразу отключается тоггл, сделать быстро там. Ну и наоборот. Вот тут примерно такая же тема, что мы точно не можем определять и так далее. Короче, и это не ограничение измерительных приборов, что типа там, знаешь, у нас телескоп, который измеряет там X, он плохо измеряет Y, и наоборот. Нет, это типа такое фундаментальное свойство природы. Вот. И, короче говоря, тема в том, что начали замечать, что, во-первых, черные дыры вдруг внезапно излучают свет, и, соответственно, очень странно, ну, то есть она не очень черная получается в этом смысле. И когда, ну, об этом начали понимать, ну, подумали, что давайте решим, что давайте предположим, что это квантовый объект и так далее. Вот. Я, между прочим, попросил статью тоже этим, господи, объяснить так, как будто мы в спальном районе российского города-миллионника. Да. Здесь другая метафора. Здесь нет ничего про склады. Здесь, в принципе, довольно такая интересная тема. Вот. Что некоторые умные головы предложили посмотреть на черные дыры по-новому. А что, если они, на самом деле, это квантовые объекты? То есть они подчиняются не только законам гравитации, но и законам квантовой механики, которые работают на уровне атомов элементарных частиц. Это как если бы черная дыра была не просто мешком для мусора, а чем-то вроде огромной квантовой частицы. Понятнее, кстати, стало по сравнению с мешком для мусора. Так вот. Индийские ученые Бозе и Эйнштейн когда придумали, что частицы могут объединяться в такое состояние, где они ведут себя как одно целое. Это помогает представить черные дыры как место, где гравитация и квантовая механика играют вместе в одной песочнице. Возможно, черные дыры это не просто космические тюрьмы для всего, что попадет внутрь, а своего рода мега-квантовые объекты, показывающие, как мир устроен на самом деле. И это может помочь нам лучше понять, как все работает не только внутри черных дыр, но и во всей Вселенной в целом. Ну, то есть всегда же, когда говорили про черные дыры, всегда думали, а можно ли каким-то образом там типа быстро перемещаться из одной точки в другую? Ну, типа вдруг можно варпы какие-то открывать или типа того. И почему-то всегда об этом думали в контексте черных дыр в том числе. И после этого, ну, они начали думать, окей, если вдруг мы предполагаем, что черные дыры это не единственные гигантские квантовые объекты нашей Вселенной, то, ну, они предположили, что вот этот космический горизонт событий, я всегда знаю, что во всех фильмах или где-то еще слышал вот эту фразу «горизонт событий» и не очень понимал, что это значит. А оказывается, это фактическая граница нашей видимой Вселенной. То есть докуда мы видим, хоть как-то там через там супертелескопы и так далее, и там, ну, до того, где мы не видим. А, ну, предполагается, что мы не все видим. Причем, знаешь, тоже я когда-то спрашивал нашего давнего подписчика Володю, если ты понимаешь, о коме. Конечно. И он мне рассказывал, что даже, в принципе, вот с одной точки там из России, например, видно не все. Видно только то, что видно из России, а то, что видно из Южной Америки, не видно. То есть, ну, даже в детских энциклопедиях, когда ты северное и южное полушария смотришь, ну, карту космического неба, то там есть разные созвездия, которые с одной стороны видно, а с другой не видно. Так вот, и это только, ну, типа, вот наша планета. А если нам что-то загораживает там где-то, ну, какая-то звезда загораживает то, что за этой звезду, ну, типа, дофига, короче, не видно. И вот горизонт событий, это фактическая граница нашей видимой Вселенной и так далее. Поэтому придумали, короче, думать, что, а вдруг это не единственные гигантские квантовые объекты, и они и находятся, и не находятся там в этих местах. Так. Вот. Короче, такая тема. Этот чувак, он на самом деле рассказывает о том, что есть вот одни, ну, тут он рассказывает, вот индийские учёные подумали это, иранские учёные, а в Иране есть учёные космические, подумали вот это, и типа, вот я прям читаю. Иранские учёные предлагают способ применить расширенное квантовое мышление даже к изучению чрезвычайно горячих газов, распространённых объектов нашей Вселенной, простирающихся через всю нашу огромную космическую паутину. Как астрофизик, я знаю, что эти идеи живут на самом краю нашей научной области, зачастую ими больше всего занимаются учёные за пределами привычных институтов, расположенных в США и Европе, то есть в Иране, видимо. Многие физики скажут, что у квантовой расплывчатости нет причин для существования на таких больших масштабах. Эксперименты физической теории никого не побуждают расширять принцип неопределённости Гейзенберга так, как это делают некоторые теоретики. И до сих пор всё, что мы наблюдали в связи с чёрными дырами, соответствовало нашему пониманию общей теории относительности. Но пока эксперименты не пока что-то другое, нет необходимости усложнять картину. Короче, такая, знаешь, странная тема о том, что если вдруг мы попробуем к чёрным дырам относиться иначе, не как к массивным объектам с гигантской массой, а как именно к квантовым объектам, которые могут быть, могут не быть, могут излучать свет, могут не излучать свет и так далее, то это нам поможет в принципе понять, кто мы, где мы и так далее. Ну, как бы, одна из концепций к вопросу о перемещении это квантовая суперпозиция, в которой частицы связаны друг с другом, независимо от расстояния между ними. То есть, типа, как будто бы, если это в макромир перенести, то мы понимаем, что, похоже, чёрные дыры так и устроены. То есть, вот так они об этом тоже решили подумать. Короче, такая тема. У тебя вообще, может быть, что-нибудь это, всколыхнулось в ответ на всю вот эту массу, которую я на тебя вылил, несвязанную? Мне, короче, интересно теперь, реально, вот кто-то видел, что чё-нибудь прилетает, залетает в чёрную дыру? Мы вообще насколько там сильно видим? Я просто настолько не в теме чёрных дыр, что, то есть, ну, мы видели там, какой-нибудь мусор, может быть, залетал, или там уже не летает мусор, где чёрные дыры рядом. Или они засасывают его там, или разуплодняют? Есть какой-то, ну, активность у них там? То есть, это как вообще? Ты вообще знаешь что-нибудь про это? Вот эту картинку, помнишь, красно-расплывчатую, с дыркой такой, мы это видели, она там всякие новости облетела, вот это всё. Вот её-то только недавно сфотографировали, в 2019 году. А до этого, откуда вообще, ну, типа, об этом подумали, да? Были всякие компьютерные симулирования, как чёрные дыры сливаются, поглощают друг другу и так далее. Ну, вот я пытаюсь понять. Изобретатель Кермен достоверно неизвестен, само обозначение было популяризовано Джоном Арчибальдом Уиллером. Я когда слышу людей, у которых или первое, или второе имя Арчибальд, я понимаю, что они что-то важное в этой жизни сделали, скорее всего. Ну, вот так. Вопрос тесно связан, насколько верна теория гравитации, из которой следует... А, понятно. Это следует просто из теории гравитации, что, типа, если есть... Чем больше масса у какого-то тела, тем больше он к себе что-то притягивает. И отсюда предположили, что где-то есть, короче, штуки, которые бесконечно огромной массой, которые притягивают в себя и засасывают, и типа оттуда уже невозможно вырваться, и вот это все. И после того, как придумали, что такое есть, начали их буквально искать, высматривать, так сказать. И симулировали тоже, ну, просто исходя из того, что, типа, если эта теория верна, то значит где-то есть крайняя степень штуки, которая эту теорию, ну, как бы сказать, доказывает. Во. Я понял. То есть ты хочешь сказать, что там еще непонятно, что с ними происходит максимально. Непонятно. Даже про пять сценариев, как они образуются, есть три реалистичных, и то реалистичных не потому, что кто-то снял на видос, а потому, что, ну, типа, похоже, да. И два гипотетических. Если мы говорим про реалистичные, то гравитационный коллапс или сжатие достаточно массивной либо нейтронной звезды, то есть оно настолько быстро схлапывается и настолько большая масса антиматерии, антиэнергии, ну, типа, была материя, стала антиматерия, потому что, ну, она же схлопнулась и так далее, что вот там черная дыра. Некая килоновая, ну, черная дыра, это что такое? Тут только надпись такая. А, это слияние двух нейтронных звезд. Ага, то есть когда сливаются, тоже настолько большой всплеск гравитационно-волновой, что вот аж в черную дыру превращается. Коллапс центральной части галактики или протогалактического газа. Тоже с чего вдруг ему коллапсировать, да, газу этому протогалактическому? Ну, да. Но это еще эти реалистичные перечисления. А есть два гипотетических. Первое, это формирование черных дыр сразу после большого взрыва, то есть первичные черные дыры. Это гипотетический тип черной дыры, который образовался не за счет гравитационного коллапса крупной звезды, а сверхплотной материи в момент начального расширения Вселенной. Ну, типа, просто так расширялось жестко, что, короче, артефакты появились, и вот эти места, где так сильно расширялось, что аж это, вспучиваясь, и черная дыра пошла. И возникновение в ядерных реакциях очень высоких энергий. Ну, это то, что в Half-Life'е произошло. Что такая сильная была выплеск энергии, что аж это, подзасосало, и, короче, начало из другого это... Портал в другой мир открылся. Видимо, из этой игры и придумали этот гипотетический сценарий, хотя, может быть, и наоборот. На основе этого гипотетического сценария как раз сделали сюжет для игры. А может быть, я неправильно знаю Lore Half-Life'а первого, но, по-моему, что... Там сейчас, именно, знаешь, чуваки, которые, как я тебе про героев начнут вопросы задавать. Ну, про героев это эпично было. Блин, хочется даже где-то когда-то, может быть, потом... Да, кого там? Помнишь, мы про Warcraft записывали? Прикольно, да, было? Целый подкаст про Warcraft. Ни с хрена. Это как у куха буквально. Про образ, так сказать. Возможно, от этого и пошло. Да, кстати, да. У нас есть, да. Причем классный, хороший, крутой. Но на другом канале. Да, на другом канале. Ну, наверное, он актуальный. Я не помню. Мы там, по-моему, сталкивали игру и фильм. Или нет? Да, скорее всего. Это все после фильма, по-моему, было, да. Да. Ну, вот. Сталкивали. Вот и классно. Ты так презентуешь круче, чем мы там рассказывали. А может, оно так и есть уже. У меня длинная память просто работает. Мне кажется, что сталкивали, а там дальше посмотрим. Можем дальше идти. Идем на boosti.to, да, slash webdesign. Я, кстати, заглавное видео сменил, которое в блоке об авторе. Ну, да, там уже пора бы его сменить, особенно, да. boosti.to, slash webdesign. Я сам вот захожу в прямом эфире. Вы также заходите, тоже пока слушаете. И нажимаю кнопку, да, нажимаю кнопку subscribe. Ну, там, естественно, логинюсь, разумеется, и выбираю, сколько нам засабскрайбить, занести. В чем плюс boosti? В том, что там есть пришоу. Это вообще отдельный подкаст буквально, который мы записываем за какое-то время до подкаста. И там, на самом деле, пространные темы различные, особенно вот в последнем подкасте там вообще классные темы были. Ну, в последнем пришоу, я имею в виду. Поэтому вы получаете буквально, ну, подкаст отдельный. Мы специально для Boosti и для наших всех дорогих донатеров и вот таких вот премиальных подписчиков его записываем. Вот. Поэтому думайте сами, решайте сами, надо вам это или нет. Но я бы не упускал такую возможность и как бы подписывался. Там тем более какие-то когда-то там футболки у нас были, и может быть еще... Так я тебе больше скажу, футболки есть. Я сейчас в камеру покажу. У нас же нашелся человек, который 4 года назад еще подписался, а футболку не получил. Я, кстати, видел. Она найдет своего, как это, адресата, да? Ну, короче, вот. Даже есть сиреневые еще, но сиреневых очень мало. Осталось буквально одна XL или две, несколько M-ок и несколько S-ок. L-ки все уже разошлись. Поэтому думайте, думайте. Ну, черных и белых до хрена всех размеров, поэтому можете, можете. Просто сиреневые, они же более элитные. Это комплектация эксклюзив. Пауэрбэнк тоже один остался, имейте в виду. Можно найти еще на просторах нашего склада. Он, возможно, уже деградировал, но как артефакт какой-то хотя бы будет прикольно. На самом деле, кидайте идеи, что бы вы хотели видеть здесь. Потому что заказать недолго. Хоть бутылки с гравировкой, хоть кружки, хоть, я не знаю, что там, сережки. Не знаю, почему мне сережки в голову пришло. Но просто подумайте. Может быть, что-то будет интересно. Зажигалки. Ну вот. Нам даже самим будет в прикол что-то еще внести. Ну и самое главное, чат наш. Где, во-первых, зажигалки можно предлагать. Я хотел сказать, что зажигалки-то мы с тобой. Зажигалки. Ладно, все. Чат G5, кстати, про нас знает. Я скину. Вижу. Да. Он знает про нас. Странно, да, что он про нас знает? Или нормально? Ну, там буквально ссылка на подкаст в iTunes. То есть, он оттуда это взял. И, собственно говоря, в него просто подгружена баска iTunes подкастов. Ничего интереснее там нет. Generic информация. Это, что серия аудиопередач, которые вещаются из Челябинска. Поэтому будьте любезны. Хотите нас поддержать. И вообще, если вдруг кому-то еще, кто-то еще не получил что-то, вы пишите. Мы не проверим все равно. Придется послать на халяву. Поэтому пишите. Да. Ну, правда, на самом деле, этот человек, который написал, я в переписку с ним в телеге захожу. И там, ну, реально тоже я. Да, да, завтра отправлю. И был в сети три года назад. Типа такого. Поэтому, ну, в этот раз отправлю все. Она уже здесь лежит. Уже никуда не денется. Осталось стикеры туда доложить. А они вон тоже лежат в другой коробке на складах. Поэтому будет все тип-топ. Да. Все, двигаемся дальше. Тема звучит как? Исследователи обнаружили, что огромная часть интернета это слизь, созданная искусственным интеллектом. Нормально тебе? Отлично. И здесь, на самом деле, буквально темка-то в два слова. То есть сейчас вы сами видите, что с помощью искусственного интеллекта очень много информации генерируется. И, соответственно, очень много информации, которую нужно перевести, например, с каких-то ресурсов, там, где мало ли локализованный интернет, там, где вот, ну, не хватает, скажем так, статей на своем языке, например, ну, с английского перевод на какой-нибудь, да даже на японский, да. Это достаточно, я думаю, трудоемкий процесс. Трудоемкий. Потому что, ну, вы попробуйте вообще на японский перевести, да. А это, ну, достаточно страна, в которой хотелось бы, чтобы было переведено. Потому что они там очень сильно любят свой язык, очень мало разговаривают. Если вот вы смотрели хоть раз, как выступают японцы, они стараются на английском не разговаривать, они разговаривают на японском. Даже если это международные какие-то конференции или что-нибудь такое. И поэтому там, условно, даже Кодзима на Е3 выступает с переводчиком. Хотя, я думаю, английский, он может шпрехать что-то, скорее всего. Ну, я думаю, ему не составило... Не знал, прикольный факт. Да, не составило бы труда, например, выучить этот английский, если он уже японский выучил. Тем не менее, они стараются говорить на своем языке. И я думаю, ну, потребность есть в переводе. Соответственно, все это через искусственный интеллект прогоняется, тонны информации, где условный чат GPT переводит с английского на японский, коряво. Он даже на русский коряво переводит, да? А японский, ну, я думаю, посложнее вроде бы, как считается, чем русский. И, соответственно, что мы имеем? Мы получаем кучу сгенерированной инфы на других языках, просто корявую, да? Где-то там, да, я даже думаю, что прям смысл будет непонятен на всякие разные языки. И это как бы так множится, что этого уже больше 50% вообще в интернете информации вот сгенерированы таким образом, корявым. Мы получаем... Интересно, где она вообще? Ну, то есть я догадываюсь, что там на каких-нибудь там мы можем сделать там тоже УВД.ру, его весь засрать таким говном, еще и автоматизировать это засирание и так далее. Но надеюсь, не на каких-нибудь там, я не знаю, ленту.ру. Не то, чтобы я читал ленту.ру, но какие-то такие, знаешь, базовые вещи. Это база, кстати, которые вот... Ну да. Которыми все пользуются. Думаю, это какие-то штуки, где там товары, знаешь, предлагаются. Вроде бы как бы надо перевести на... Условно, на японский, да, чтобы они покупали у тебя, не на английском. Но как бы еще нет денег, чтобы свой магазин открыть. Так вот полностью локализованный. И это все как бы там такая рекламная, полурекламная информация, где, короче, хочется, чтобы было дешево и сердито. И вот там вот все переведено на другие языки. И этого очень много. Потому что, ну, как бы это удобно, это действительно почти бесплатно практически. Перевел, и все круто. Но, кроме того, что этого очень много, как здесь написано. То есть, я не знаю, можно ли доверять этому ресурсу futurism.com, но и не сгенерирована ли вообще вот эта статья тоже на чат GPT. Но... Вот, вот, да. The Byte какой-то сверху еще. Да. Что тут? Кто кого байтит? Это подблог на футуризме. Кто кого тут байтит? Но, тем не менее, короче, кроме этого, надо понимать, что сами эти модели, они обучаются тоже на информации из интернета. Что мы получаем? Мы получаем модели, которые обучаются на тупорылом переводе. То есть, они пойдут и почитают японский, но кривой японский, у себя же буквально. Причем на тоннах информации. И они, получается, будут продолжать тупить в этом направлении. Они будут продолжать, короче, совершать ошибки, еще больше будут генерировать ошибки. То есть, мы получаем такой замкнутый круг кала, где как бы как будто очень много-много-много-много процентов информации, которая просто заговнена и продолжает загавниваться. Вот, такая вот слизь, созданная искусственным интеллектом. Как ты считаешь, ну, погрязнем мы в ней? Или это как-то выровняется? Или как бы и хрен с ними? Они там что-то лежат у себя, какие-то рекламные японские тексты условные или вьетнамские. Я, кстати, не знаю, в Вьетнаме на каком языке говорят? Язык. Мне кажется, есть вьетнамский. Есть вьетнамский. Вот, представляешь, на вьетнамский ты переведи, ты еще это надо попробовать перевести. Соответственно, что мы... Да, мы получаем просто кал переваренный через искусственный интеллект. Ты как это видишь? Я помню, как мы с тобой это уже обсуждали. У нас была прям практически такая тема, когда мы еще не так сильно были погружены в ЛЛМ-ки, как сейчас. Сейчас-то мы те еще ЛЛМ-водолазы, погруженцы. Да, ППЛМщики мы как бы. Да. Мы тогда это обсуждали как один из минусов, так сказать. А минусы будут, спросили мы, и сами себе ответили, что да, что очень много, может быть, фейков, а самое главное, фейков из фейков и так далее. То есть, ну, ладно, когда у тебя это один раз сгенерировалось. Знаешь, как я читал Белли книжку про мусор, и, короче, там, ну, рассказывается, что, например, стекло можно перерабатывать там десятки раз, так же, как и металлы, вторично, так сказать. А вот, например, бумагу конечное раз количество. То есть, в какой-то момент, когда ты в воде размачиваешь бумажные волокна, они уже такие короткие, что они потом не сплетаются обратно, да, в бумагу, и ты это... Именно там реально серая слизь остаётся, которую просто выливаешь, и всё. Ну, она как бы разлагается в природе, так скажем. Но, в общем и в целом, как бумагу её уже использовать не получится. Вот, ладно бы так же было. Когда ты генерируешь из AI-generated статьи другую AI-generated, она такая, нет, мне, пожалуйста, давай чистую инфу, несгенерированную. Тогда хотя бы норм, у нас было бы где-то кладбище вот этого AI-generated говна. А тот факт, что из одного может быть родиться другое, третье, и это будет уже реально пятикратно переваренный кал. И где-то грань, когда мы, ну, как бы перестанем различать это. То есть тут есть некое у меня антиутопическое, как это сказать, опасение, что ничего хорошего, если причём в этот момент ты сидишь в Apple Vision Pro ещё, десятой версии. И видишь это ещё прямо в 8К. Видишь в 8К? Ты за чистую монету это принимаешь. А там грязные монеты досвидос. Досвидос, досвидос. Мне нравится. Мне кажется. Я хочу, чтобы это как NFT просто кануло в лету в какой-то момент. Именно вот AI-generated штуки и сильно стали цениться не AI-generated штуки. И таким образом произошла девальвация. Ну, короче, ты понял меня. Хотя, может быть, наоборот, интернет разделится на верхний интернет и на нижний интернет. И верхний интернет это будет именно всё классное. Там, где авторы статьи пишут и так далее. А нижний интернет это вот это слизь будет AI-generated. И там сквозь неё затеривают какую-нибудь контрабанду информационную. Блин, ты чё-то какой-то ты хансолыч. Вообще, мне-то как раз подобные ассоциации. Ну, короче, блин, интересное время живём, честно скажу. Согласен. Но иногда пугающее. Поэтому будем наблюдать. А вы подписывайтесь на нас и тоже наблюдайте, не пропускайте. Да, вот пойдём как раз тоже в интересное. Тоже, знаешь, какое-то прям продолжение того, о чём мы говорим. У нас сегодня какой-то киберпанк буквально. Ну да, да. Это наш с тобой вайп, учитывая, что мы стали сильно интересоваться чптишками и прочими другими нейросетями и моделями. Но так получилось. RayPunk нам вообще предложили. И я посчитал, а почему бы и нет. Хотя это... Слушатели, можете отключаться. Здесь, на самом деле, такая чисто визуальная тема. Ну, точнее, не отключаться, а просто представить, как мы обычно вас просим. Просто представьте классные картинки про ретрофутуризм. Именно про добрый ретрофутуризм. Потому что как раз отличие RayPunk и киберпанка от того, что... Ну, или там от постапокалипсического какого-нибудь стимпанка. Это то, что в RayPunk'е всё классно. Это, типа, будущее, которое наступило без конфликтов, без войны и так далее. Но всё так же с эстетикой 60-х. Ну, я позволю себе зачитать приветствие, да? Вступление, точнее. Автор, он 3D-художник. Изначально ему хотелось сделать что-то красивое и уникальное. Поэтому с огромным интересом смотрел на трейлеры киберпанка и восхищался дизайном его мира. А это, кстати, уникальное. Но неважно. Тогда же он начал экспериментировать с 3D-объектами, пытаясь передать им интересную форму, там, т, т, т. И он, короче, понял, что... Ага, RayPunk и AtomPunk. Вот на две какие он разделяет категории. Ретрофутуризм. Что есть, бывает, взгляд на будущее оптимистичный и пессимистичный. И RayPunk, это оптимистичный, соответственно, рассказывает историю об утопическом или кажущемся утопическом будущем. А AtomPunk рассказывает историю о будущем, где произошла какая-то катастрофа. Обычно катастрофа связана с использованием Atom. AtomPunk, где популярен, может быть, и знаком по сериям игры Fallout, то RayPunk совсем не популярен, по его мнению. Хотя мне напоминает полностью Atomic Heart. Да. Напоминает Bioshock Infinite. Да. Там, где всё очень светлое. Кстати, хорошее. Вообще всё и то, и другое. Там всё классно, кстати. Вот, да. И, ну, может быть, в том и успех Atomic Heart и Bioshock Infinite, что при всей своей благообразности, приятности внешней, там кроется драма и там что-то плохое и так далее. В этом как бы и есть конфликт. И, ну, вот это всё. С Outer Worlds тоже напоминает. Игра Prey. Стилистически. Да. Тоже там Prey. Видишь, я её так и не сильно много прошёл. Ну, ты помнишь, что там тоже всё округлое такое? Да, но кокульки там довольно быстро начинаются. Быстро начинаются. Я тебе что и хотел сказать, что мне кажется, это ход. Ты, короче, начинаешь вот с RayPunk'а, и у тебя типа ня-ня-ня, но тревожное ня-ня-ня. То есть ты смотришь, у тебя вроде всё округлое, роботы ходят, тебе приносят водичку попить. А в итоге-то оно становится сразу быстро очень плохим. Хотя вроде там всё классно. Ну да, но как бы нятым панком как бы, но каким-то таким тёмным RayPunk'ом точно становится. Да, и оно причём больше пугает. Вот когда всё так хорошо вроде, да, всё классно, вроде в будущем живём, и все счастливы, как-то страшнее, да, чем когда сразу плохо. Ну это нас уже так воспитали, мне кажется. Ну то есть буквально, если просто предположить, что реально прикольно, здесь сама статья, она чисто про стиль. Она не про повествование. Я понимаю. Не про нарративы, которые там могут быть. Она чисто про стиль, причём реально описательный. Здесь рассказывают, что это ретро-футуристическая производная sci-fi основана на представлениях о будущем из 40-х, 60-х. Основной визуальной особенностью которой является абстрактность образов, обтекаемость формы, активное использование космических тем. То есть тогда был бум космической эры, и реально там это было всё. Бытовая техника, мебель, электроника, автомобили, архитектура. То есть всё было как какие-то ракеты, межпланетные станции и так далее. И здесь очень много визуальных именно примеров, поэтому слушатели, ну, потрудитесь потом зайти и посмотреть. Здесь реально вот. Например, вспомнилось в пятом эпизоде «Звёздных войн» вот эта станция, которая, где Лэнда Калриссиан был, которая в этом воздухе витала, в облаках, облачный город вот этот. Чистый рейпанк, он тоже весь такой круглый, раздутый. Там тоже в итоге всё оказалось тревожненько, но, в общем, и в целом как бы вот что-то оттуда. В которой, если мы про «Звёздные войны» продолжаем, была планета Дантуин, в котором именно так же были огромные поля, луга, уходящие куда-то там за горизонт, какие-то горы и какие-то тоже там здания, там что-то такое, то есть это очень похоже на это, когда огромные, обтекаемые, круглые, раздутые там здания, вот это всё. Интерьер. Можно поделить на общественные и домашние, они имеют ряд различий. Ну и так и набор общих черт. Типа в отделке интерьеров общественных помещений доминирует металл, то есть всякий из алюминиевых, то, что мы с тобой всегда называли «пить из алюминиевых стаканчиков», вот это есть в рейпанке. То есть все столовки, всякие там офисы, всё в металле. Но при этом дома – это дерево, это другая, более тёплая цветовая гамма, в отличие от общественных интерьеров, где всё там синее какое-то такое, красное, но холодно-красное. А дома – это красно-оранжевое, где всё светло. Но, тем не менее, в основном они схожи. И там, и там много свободного места, то есть крупное большое пространство, панорамные всякие остекленения. Опять же, всё выглядит как космос, там светильники дутые, круглые, там вот это всё. Поэтому техническое наполнение не отличается от реального. Диваны, телевизоры, столы. В отличие от города, в замкнутых помещениях «Рейпанк» возможно удобное пребывание. Ну, всё там выполнено из глянцевых материалов. Ну, кока-коловский холодильник, почти такой же, как в «Фуллауте», ню-кока-коловский холодильник, вот такой же весь раздутый, блестящий весь такой металлик. Напоминает мой чайник и мою кофемашину. Вот я и хотел сказать. Да, которая именно тоже в таком ретро-футуристическом стиле выполнена. Мне очень нравится. Ну, и не только KitchenAid сейчас такое делает. Вот эта фирма «Смег», которая тоже, я не знаю, из какой страны эта фирма. Ну-ка, «Смег» фирма. Она тоже «Смеграш», итальянский бренд. Ну, итальянская, короче. Тоже подобная, ретро-футуристическая. Всякая мебель тоже, типа, кресло-яйцо, там, кровати с металлическим таким основанием на полу, которые лежат там, кожаные диваны даже, глянцы, вот эти, это всё типа отсюда. Вот. В машинах. Машины показывают тоже такие дутые, круглые, которые больше похожи не на машины, а на космические аппараты. То есть колёса тоже, каждое колесо – это двигатель, практически как в современных электрических автомобилях или там гибридных, что двигатели электрические на каждом колесе и привод прямой у этого двигателя и колеса, соответственно. Ну, вот. Тут подобное же, но, видимо, там какой-нибудь атомный реактор маленький, небольшой внутри там или что-то такое. Или какие-нибудь, опять же, воздушные подушки там, материя какая-то непонятная. Мотоциклы тоже, они все как космические там корабли какие-то и так далее, короче. Ну, такое всё. Прикольно дутая, блестящая, металлическая, там, летающая, возможно. Мода, ну, здесь чистый пинапыч, всё обтягивающее, всё подчёркивает, так сказать, формы и мужские, и женские, все красивые, накаченные, худые, там, с большими прическами, там, и вот это всё. Ну, это, по крайней мере, это вот по мнению этого чувака. Наверняка, наверняка можно найти не такое. Но это в целом коррелирует с вот этим, с любым, ну, вот пинап. Там же ещё не было ничего футуристического, это просто ретро-стиль. Ну, вот здесь это какой-то пинапа-футуризм такой получается. И везде комбинезоны. То есть даже у каких-то там рабочих, там, медиков и так далее, у них у всех комбинезоны. То есть, ну, это тоже отсылки к космическим костюмам, к каким-то там химзащитам и так далее. Здесь даже есть скриншоты за Томик Харта, что именно он пёстрый, эпатажный, не боящийся показывать человеческую красоту, там, и вот это всё. Ну, и плюс тут как идея о том, что рейпанк – это история о мечте. Почти все вышеописанные элементы работают на раскрытие этой темы. Форма, цвет, дизайн неразрывно связаны с настроением общества и мира в целом. В этой главе рассказывается, какими нарративными конструкторами… Ну, так ладно, я же не буду всё читать. Короче, здесь рассказывают о том, что во всём как будто бы мечта. Мечта – стремление к космосу, стремление к светлому будущему, поэтому всё светлое, такое возвышенное, классное. Мечта к тому, что там будут какие-то свершения, ну, не завоевание других планет, а именно открытие других планет. Не смотрите, не перепутайте. Ну вот тут про пришельцев ещё. Важной частью космоса являются пришельцы, которые в рейпанк выступают в роли антагонистов. Периодически между цивилизациями происходит масштабный военно-космический конфликт использования крупной техники. То есть именно злые пришельцы везде в рейпанке, а люди, они такие возвышенные, классные там и так далее. Чаще всего пришельцы показывают, как гуманоиды с видоизменёнными конечностями, органами или окрасом своим видом внушают страх и опасность. Ну то есть как будто бы в рейпанке антагонисты не внутри общества человеческого, а снаружи, хотя в реальной жизни кажется обычно наоборот. Ну вот, короче, классно. Мне, я просто эстетическое удовольствие получил, когда это всё прочитал. И о том, ну здесь опять же мечта через технологии, что здесь есть некие сверхтехнологии, тоже там квантовая, неквантовая физика, атом и так далее. Это, ну, так называемые сверхтехнологии, это образующие технологии или элементы для других технологий. То есть типа изобрели что-то, как вот в Эликсе элемент Эликс, а его уже встроили везде. В двигатели, в оружие там, в импланты, в технику какую-то. То есть, ну, что есть некая сверхтехнология, которая преображает вообще всё. И, собственно, да, там делаются долгоживущие фиктивные батарейки, научные открытия там и вот это всё. Ну тут отдельно блок про оружие, собственно, импланты. И тоже здесь показано, что это всё хорошо. То есть, хотя, ну, выглядит довольно киберпанково, да, когда у тебя целое тело металлическое. Но если в киберпанке, типа, это почти всегда, знаешь, как в биошоке классическом первом и втором, когда сплайсеры гены себе вставляют, и они начинают реально мутировать, противно выглядят, то тут, типа, красиво и классно, как в Atomic Heart. Вот, поэтому такое, такое интересное. Ну и здесь чувак пишет о том, как, типа, ну, практически методичку. Что сделать в стиле рейпанка. И тут, ну, там, какую-то игру даже показал. Red Funeral, Game for Windows. Art Station. А, ну, Art Station это типа этого, господи. Типа Deviantart. 3D-модельки там, да, да, да. Вот, блог, ну, на Пинтересте у него доска ретро-футуризм. Типа вдохновляться ходить. Ну, да, да, типа того. Короче говоря, его в комментариях причем засрали немножечко. Я почитал их всего 15, благо. Я их тоже читал. И, типа, ему это, сказали, что зачем вообще их разделять? Типа... А с Atomic? Вообще совсем. Совсем ретро-футуризмом. Ну, типа, статья это просто интересное собрание картинок из самых разных течений ретро-футуризма и не более. Что, типа, он даже пишет, что ошибочная формулировка, что Атомпанк не требует катастроф, и суть не в этом. Что, типа, в Атомпанке просто... Атом это центральная технология, и она возведена в абсолют. И вполне, типа, бывает, когда ничего плохого с этим не случается. Что, типа, есть добрый Атомпанк и так далее. А серия Fallout является Атомпанком только в лорной своей части. В основном же это обычный постапокалипсис. И он пишет, что Рэй Панк – это предшественник Атомпанка. Более абстрактный и безумный, с чисто фантастическими технологиями, не основанным на чем-то конкретном, вроде силы пара или атомной энергии. Ну, типа... Ну, остальные, да. Там офигенский Лонг Рид. Кто-то пишет, что он из всех панков любит только Драгонпанк. Типа фэнтези, где технологии все из фэнтези и так далее. Короче, мне нравится. Мне чисто эстетически понравилось. Мне, в принципе, нравятся идеи об утопиях, потому что, ну, идеи об антиутопиях и так повсюду. Ну, теперь да. Сейчас просто как бы тренд на антиутопии везде плюс, где человек плохой. А тут это... Видишь, мы ушли от того, где человек везде хороший, весь человек хороший. Вот. К тому, что у нас сейчас везде человек плохой в любом случае. Ну, это то, что называется гагностическим мифом, что человек плохой, и создатель, который создал человека плохой, тоже плохой. И надо, типа, из этого выпутаться и так далее. Но это, мне кажется, где-то с 80-х пошло. Нифига не сейчас. То есть это на самом деле как будто... Нет, давно идёт. Я к тому, что... Сейчас идёт оно. Ну, да. Да, то есть сейчас... Сейчас всё... Мне тоже нравится, естественно. Но тем более, что это перекликается с нашим видосом про советский дизайн, который заставляет вас каждый раз смотреть, как домашку вам навязываю на нашем канале. Вот. И это... Ну, вот реально. Если вы посмотрите, или у вас, может быть, у родителей были пылесосы, ракеты, и вот эти все штуки, или где тётеньки сушили волосы, делали химзавивку, да, вот такие хреновины тоже свисали. Это же всё вот буквально рейпанк, атомик панк. Всё вот это округлые, все эти девайсы просто любили, видимо, конструкторы космос, дизайнеры космоса тоже любили. И они как бы, ну вот, делали в стиль, короче, каким-то футуристическим там разным летательным аппаратом, короче, вот это всё обтекаемые прикольные штуки. Мне очень нравится. Это реально. Ну, это буквально вот, опять же, в каких-нибудь там закусочных американских должны быть тоже такие кофейные штуки. Да и просто закусочные американские так выглядят. Ну, это же ретро типа стиль. Да, то есть, короче говоря, круто. Мне очень нравится. Мне, в принципе, и атомик нравится, и такой нравится, короче. Я не знаю, просто как люди, кому это может не нравиться, но это в целом, это очень крутой стиль. Придуман. Он как бы вот такой яркий, выделяющийся, короче, классно. Ну, может быть, это как раз тот самый кейс, когда либо хорошо, либо плохо. Ну, типа, равнодушным никто не остаётся, но есть, видимо, кому там, ну, реально, кому нравится там стиль кантри, например. Я имею в виду в архитектуре там, в интерьере. Но это же полная противоположность. Там всё природное, всё из дерева, всё такое как бы это. А тут дерево, оно как чисто деревянные вставки, которые тоже такие лакированные должны быть, подчёркивать там и так далее. Поэтому оно всё равно немножечко другое. Но, тем не менее, да, да, это прикольно. Ну, всё, что? У нас финал очка. Давай. Тоже такое немножко ретро. Статья про то, что у нас есть технологии, которые, оказывается, загибаются. Знал такое? Страшно. Не хочу, хочу, чтобы всё жило, но продолжай. Да, тем не менее, вот такая технология, как дискеты. Слышали такое? Говорят, что некоторые люди уже даже не понимают иконку дискеты, что это сохранить. Типа чуть-то, типа чуть-то. Я помню. Тем не менее, здесь статья вообще про Японию, по бреду. Потому что вообще, если вы знали бы себе, но в Японии очень сильно поддерживают старый формат носителей данных, опять же. И, например, они любители, блин, блюреев и смотреть вообще кино на блюреи. То есть мы тут такие все фанаты, значит, смотрим по интернету, стриминговые сервисы, туда-сюда, пиратство во все поля, скажем так. Ну или даже хотя бы флешки. Но в Японии всё ещё берут смотреть, блюрей там типа покупают или берут в аренду. То есть это как бы у них нормально. И никто не думает, что нихрена себе. Нет, на блюреи, пока не выйдет на блюрей, не посмотрю. Вот так. Охренеть. Да. Ну а дискеты, соответственно, раз у них так форматы хорошо приживаются и долго живут, дискеты, соответственно, тоже у них всё ещё живут. И как бы там реально есть политики даже, которые борются вот с этим. Знаешь, там есть вот консервативные, а есть там либеральные политики, демократические, значит, в Японии. Я думаю, они даже более консервативные, чем любые другие консервативные в других странах, потому что это Япония. Но, тем не менее, они вот тоже борются и говорят вот с дискетами и с определёнными форматами. Что вот, например, у них там нужно дискету, да, или диск приносить, когда ты какую-то бумажку заполняешь, знаешь, вот в МФЦ буквально. Ты в МФЦ должен принести дискету ещё с ней. И там чувак есть, который там, ну, какой-то жёсткий либерал-демократ японских партий различных. Он, значит, ну, прям типа хотел вообще, чтобы не было такого, хватит уже дискеты носить в МФЦ. Ну, люди просто, им тяжело уже найти дискеты, а дискеты, я вам напоминаю, не производятся вообще, нет новых дискет. Вот никто не производит дискеты. Есть такая компания Floppy Disk, она, видимо, ну, может быть, она всемирная, но, видимо, в Японии она работает. Floppy Disk. Они занимаются тем, что они скупают просто там большие партии, ещё давно купили они ещё там у Sony или кто там делал дискеты. Короче, в общем, у них есть какой-то запас дискет, и он как бы у них, ну, циркулирует, обновляется, потому что они скупают их у кого-то там, к ним приносят. Но никто не делает дискет, всё, всё. Дискеты, вы знаете, они быстро приходят в негодность, очень быстро. И, соответственно, ну, дискеты умирают, можно сказать, потому что всё, сейчас они закончатся и их больше не будет. Ну, а тем не менее, многие люди всё ещё используют в девайсах, особенно в Японии, дискеты. Например, вот у меня у Bati два синтезатора или три синтезатора действующих. Ну, один из них, на котором он постоянно играет, синтезатор, я имею в виду музыкальный инструмент. Есть вот прошлого поколения Yamaha, он фанат Yamaha, это не реклама, к сожалению. И там дискеты, то есть ты можешь все вот эти MIDI, все вот эти стили, которые в Yamaha применяются, закидывать через дискетку. Ну, там реально floppy, привод, всё, то есть как бы всё. И если бы, казалось бы, у него там, допустим, не было денег на новый синтезатор, и он бы сидел на том, он бы, ну, не хотел отказываться от дискет. Как бы он вот, ему надо использовать, да? У него, допустим, там три дискеты всего, вот. И если бы он активно ими пользовался, они бы там запротачились в какой-то момент. И надо бы новые где-то взять, и где их искать? Надо в floppy диск ехать в Японию, что делать, хрен его знает. И то же самое у них. А как он записывает? Ну, понятно, что он ничего не делает, он, ну, я, это, заходишь на компьютер? Ну, подожди, то есть есть где-то всё ещё старый компьютер с floppy приводом? В том-то и дело, что нет уже тоже. Но он не пользуется этим синтезатором в той мере, в которой мог бы, да. Но, тем не менее, допустим, у тебя всё это есть. Но самих дискет нет, то есть, ну, проблема. Или, допустим, у тебя тут написано, что есть вообще всякие, короче, швейные машинки, которые используют дискеты. То есть, какие-то такие девайсы, где, может быть, дискета постоянно всовывается, высовывается и ломается буквально, перезаписывается и, короче, протачится. Вот. И поэтому этой проблемой может быть в целом. Но я так понимаю, что всё-таки ещё 3-4 года, тут буквально в Boeing написано, что дискеты используются в каких-то старых. Но 3-4 года, и кажется, что всё. Вот через года 4 точно уже дискет не будет. Но сейчас они всё ещё живут. Если вы вдруг боялись, то условная Япония всё ещё использует. Там как бы не чураются старых форматов. И как бы нормально. У них всё хорошо развод. Вот видишь, в Ямахах как бы... Ямаха — это японские, соответственно, синтезаторы. Поэтому дискеты пока живут, но будущее их предопределено, я могу сказать. У тебя есть флоппи-привод где-нибудь? Нет, но... Хотя подожди, привод есть. Нет материнки, в которую его можно воткнуть. Поэтому я реально подумывал... Когда вот тогда же, когда я себе его ставил сидером в компьютер, когда только началось то, что началось, я реально хотел купить на Алиэкспрессе USB to floppy или что-нибудь подобное. Вот. И на тот момент ещё, ну, можно было прям купить. А недавно я снова вспомнил это желание и уже особо так быстро не нашёл. То есть довольно тревожный такой звоночек был. Я почему-то просто вот... Ну, мне хотелось. Знаешь, именно... Ну, а вдруг где-то попадутся какие-то дискеты, и я смогу там что-то открыть, записать, считать, прости господи, или что-то ещё. То есть мне почему-то показалось, что хотелось бы. Вот. Ну, в общем-то, ещё хочется. Но, не знаю, может быть, так и не сбудется. То есть, ну, есть более какие-то приоритетные вещи, которыми я бы сейчас занялся, там, нашёл, не нашёл. Вот это всё, короче. Это действительно для таких, как бы, для ретро-манов, потому что дискеты сами по себе выглядят, как технология из прошлого уже, как вы видите, да. И, ну, они даже работают, как технология из прошлого. Но если вы помните звук флоппи-диска вообще в целом, если вам столько же лет, сколько нам, то вы помните, что дискеты – это такая неповоротливая ещё хрень, в которой, ну, мало места, очень мало. Вообще, по сегодняшней мерке, только jQuery поместится. И то... И то беззипнутый. Да. И новый, который 4.0. Да-да-да. Поэтому это прямо для энтузиастов. Либо для каких-то очень жёстких конспирологов, может быть. То есть, тоже я это, ну, не исключаю, что есть люди, которые, может быть, там боятся, что, мало ли, там, чё схлопнется, где чёрная дыра в этот раз окажется. И мало ли, то есть, а вдруг дискеты везде. А вдруг это будет как нюка-кола. Крышки бутылочные, да. Да-да-да. Поэтому вот тоже думайте, думайте. Кстати говоря, флоппи-диск, вот этот вот корпорация, точнее, ну, вот, они тоже знают, что скоро их бизнесу придёт конец. То есть, это тоже конечный у них пункт. Но там буквально они продают дискеты, не чураются всяким чувакам, которые хотят, например, там, украсить себе стену из дискет. То есть, люди уже... Нет, то есть, что испорченные там продают именно. А, ну, испорченные. Для арт-объектов именно испорченные продают. Ладно, хорошо, испорченные, да, испорченные. Но, тем не менее, то есть, они как бы тоже уже всё понимают, к чему это всё идёт. Короче, я думаю, испорченных дискет уже, наверное, больше, чем обычных дискет. Ну, верно, да. Причём, знаешь, парадокс, ну, например, аудиокассеты всё ещё выпускают, в смысле, ну, пустые. То есть, есть ещё ленты, которые их выпускают. И эти, если помнишь, мы с тобой смотрели, ну, типа, как в Братство Стали, короче, огромные цоды из магнитных лент. Для них носители тоже ещё выпускают бобины типа того. А почему именно дискеты нет? Вот вопрос. Ну, какой-то тоже заговор, мне кажется, ребят. Надо озаботиться флоппи дискет. Какая-то странная тема. Ну, типа, реально, вот просто сейчас какой-нибудь нацпроект, блядь. ООО «РУСДИСКЕТ». Или там не ООО, а как это, не коммерческий, НКО, РУСДИСКЕТ, блядь. И чё, мы не сможем сейчас взять линию забабахать для производства дискета? Потерянная технология? Ну, нет, наверное. Почему компания Флоппи Диск, те инвестиции, которые сейчас они зарабатывают, да даже не те, которые зарабатывают, пойдут, выйдут на IPO, привлекут ещё для того, чтобы сделать одну линию. Они же типа озолотятся. Если они видят, у них сейчас это работает, и есть угроза исчезнения, почему они не сделают? Там написано, что последняя линия, которая была в компании Sony, 10 лет назад всё закрыли. Не 110, а 10. Потерянная технология, жесть. Sony не поделятся уже этим дерьмом. А если за бабки? Там, походу, нет таких денег у Флоппи Диска за бабки делить. Ну, короче, это странно. Там, как обычно, японцы, блин, не дают своей технологии по братству стали. Эти Флоппи Диск, это, наверное, какие-нибудь пиндосы, я, к сожалению, не вникал. Ну, да, попробуем. Я нажму на ссылку «Самая известная-флоппи Диск». А, кстати, тоже на блоге Selectella, же, статья про floppy-disc.com, Worldwide Shipping. Ну, похоже, да, сейчас я ищу. Владелец бизнеса Том Перски. Блядь, а где он? Да, то есть это похоже. Почему-то не написано, чья компания. Но мне лень дальше искать ваше время, тратить, уважаемые зрители и слушатели. Да, уважаемые зрители. Нет, там реально в той статье есть компы, или я не знаю, что это, дисковые полки, в которых несколько флоппиков прям вот тупо, он весь из флоппи-приводов состоит. Да. Квольно. Да тут вообще даже сайт-то floppy-disc.com, это прям, якобы-то мне... Мы сейчас в каком году? Да. А там COVID-19 notice. То есть это такое, реально ретро-футуристическая какая-то тема. Ну, тут написано. А я прям помню, когда еще целые коробки этих вербатимов просто продавались. Такие, знаешь, пластиковые боксы, которые так открываются, ну, типа, ну, что я тебе рассказываю, да? Что ты хочешь подожди? Тут сверху в футере, как будто Калифорния. Lake Forest, CA, Rancho, Pkai, Koo, South. Где ты это видишь-то? В floppy-disc.com просто зайди. А, ты прям буквально сейчас зашел. Да. И в хедере там прям вот буквально, ну, я хочу, я могу найти даже эту точку, наверное, на карте. Возможно, даже ты нажмешь, если... Нет, там ничего не работает. Там еще не работает. Который ведет на этот же сайт. Ничего не работает там, да. Ну, блин, да. Короче говоря, я не понимаю, почему. Ну, типа, если это, ну, так нужно, ну, возьмите и сделайте. Аж самому захотелось грант. Захотелось сделать? Конечно, конечно, захотелось сделать. И все, и у тебя чуваки из практически, которые рядом с Ирвином или на Хантингтон-Бич находятся, почти что, пару километров проехать, почти в Лос-Анджелесе будут покупать у тебя диски, да? В обход санкций. Каким? На дискеты никто не вводил? Ну, кстати, да, кстати, не было. Идея для бизнеса. Конечно. Короче, пользуйтесь. Да. Хорошо, все посмотрели. Есть ли у нас обойка, кстати? А есть, есть обойка, есть. Вижу, вижу. Блин, обойка-то еще тоже такая, прям вайоминг полный. Что мы здесь видим, ребята? Мы сейчас будем искать, конечно же, наш подкаст. Мы здесь видим такую дорогу снежную, вокруг которой растет, там, где не протоптано, видимо, и не проезжено, какая-то полынь буквально. Да, меня заамьюзило вот этот стык, что снег, но при этом сухостой какой-то стоит, причем много. Он абсолютно, причем, такого же цвета, как и деревья, видимо. Такое чувство, что это как будто фильтр применен, но на самом деле это, видимо, природа такой фильтр применила сама. Ну, это некий Grand Teton National Park Wyoming USA. Да. Соответственно, это, видимо, охраняют как раз такую природу, потому что, ну. Ну, видимо, да. Да, и на заднем плане, разумеется, горы наши любимые, тоже заснеженные и с абсолютно чистым, без облачка, таким морозным, холодным, видимо, небом. Вот. Где наш подкаст? Спросите вы меня. Я вам скажу, что это вот следы вот эти на снегу. Так. И как бы следы на снегу, мы оставляем свой след этим подкастам. То есть мы буквально все темки, которые мы посмотрели за эти 200-500 выпусков, которые у нас есть, это вот эти следы. И по ним можно пройти, как бы, то есть они не запорошены. И вы, дорогие слушатели и зрители, можете пройти, посмотреть, как мы шли. Это же, ну, немножко вас чуть-чуть проведет куда-то. То есть эти следы, они, вы, когда идете по чьим-то следам, вам кажется, что вы не одни, правильно, здесь прошли? То есть не страшно в этой чаще где-то там, в этой вот Вайоминге в этом идти будет, да? И так же это наш подкаст, он как бы вас ведет куда-то, к чему-то светлому, хорошему, как Рэй Панк. Ты же мне про Рэй Панк вспомнилась. Ну, прикольно, мне понравилась твоя метафора. Причем все в ней понравилось. И как то, что одному не страшно, и как то, что, в принципе, куда-то ведет наш подкаст. Мы, да, мы такой нормальный цифровой след оставили в истории Ютуба и вообще российского подкастинга, и мирового подкастинга, не побоюсь этого слова, потому что прикольно. Некоторые выпуски такие, что только на полном приводе можно проехать, но некоторые даже на заднем можно, на японском, проехать, и будет прикольно. Я, естественно, подумал, что наш подкаст – это человек. А это вообще человек, да? Ну да, там если приблизить, я нажал на лупу, вот, и, блядь, я случайно масштаб Unsplash'а самого приблизил сейчас, и там плохо. А почему, я уже по Apple Vision Pro практически руками пытаюсь это приблизить. Я тоже, прикинь, и у меня тоже какой-то… Ну, я понял, надо, короче, копировать ссылку на изображение, вставить именно как картинку, и там уже приближать, и там можно будет приближать. Потому что, да, это человек в оранжевой куртке с рюкзачком, в джинсиках каких-то, в шапке. Вот. Наш подкаст – это человек, и мы по вот этому AI-generated, короче говоря, сквозь… Блин, нет, не сквозь, у меня уже башка не бывает жрать, хочу, что с видос не ел. Мы, короче, среди вот этого AI-generated слайма всего стоим, и вот мы одни настоящие, а вокруг уже всякая хрень, именно хрень. Ну да, мне, кстати, я согласен. Да, я просто даже не думал, что это человек. Да, это человек. Как-то какой-то густой лес. Ну, типа, если зима, и всё уже осыпалось, то должно быть более прореженное. А тут как будто жёлтые листики ещё, но при этом… Короче, реально выглядит, как на Марсе на каком-то. Да. И от этого, ну, меня подзацепило немножечко. Круто, круто вообще. В общем, пишите, звоните, так сказать, добавляйтесь к нам на Boosty, смотрите всё, что мы вам в описании оставили. Мы рады для вас творить, так сказать, что-то делать. И это… Записывайте на диске, это, например, наш подкаст. Ты знаешь, как… Да, да, всё. Какая-то то ли у нас тема была, то ли ты просто скидывал, то ли что-то ещё было, что Doom на световых каких-то там, на байке света или там… Да, 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 да. Чё же было-то? Типа на… Не на музыкальных, а на звуковых волнах каких-то там. На звуковых волнах это ты прям совсем недавно скидывал. А была ещё тема, чуть ли не на ДНК его записали, и там типа, чтобы его… Или это был фильм какой-то, и чтобы его весь проиграть, там сколько-то лет надо было бы, потому что каждый кадр нужно было бы там чё-то рынок. Ну, короче, вот мы… Можете нас так записывать, пересжимать, и вот это всё будет прям довольно. Да. Снова его дизайн-подкаст запустили на часах. На часах, блядь, ничего не запустили. Ничего не запускают. Вернулись к этому, да. Только на Apple Vision Pro, наверное, можно запустить. Но тоже не нативно, а в окне, скорее. Хотя там Apple Podcasts, но там только в аудио варианте. А вот YouTube, когда будет, тогда можно будет и там запустить. И бесплатно, скорее всего. Ютюбовская априлка будет бесплатная, поэтому прикольно. Короче, если этот подкаст выйдет раньше, ну, вряд ли он выйдет раньше, чем наш стрим. По крайней мере, я искренне надеюсь, что наш стрим будет прям, ну, скоро. А вот подкаст вряд ли будет скоро, поэтому… Кстати, я даже не сказал, когда мы писались, какой был день, чего, да и насрать. Когда-то писались. В 2024 году хотя бы. Этой информации вам будет достаточно. Будет когда-то стрим? Наверное, уже был когда-то стрим. Будем рады вас там всех видеть, слышать. Будет прикольно. Я, знаешь, скажу, вдруг кто-то услышит, передаст. Когда мы начали говорить, что будет стрим на VD-гейме, знаешь, кого я вспомнил и кого я думал, что, типа, вот будет интересно и не будет вообще, там всплывет уведомление, там, что подумает и так далее. Не могу себе представить. Там было много ярких личностей. Мне почему-то Слава Абрамов вспомнился. Да, интересно, да, действительно. Был такой человек, да. И он был только на VD-геймсе, похоже. То есть на его дизайне я вот особо не видел. И я даже не помню Divinity, он уже смотрел или нет, когда на VD-геймсе было. По-моему, первый или второй Warcraft он еще смотрел. Хотя, ну, на GTA-шках он стопудово был. На мафиях и Warcraft кажется, да, но уже не вспомню. Поэтому. Вообще, то, что мы с тобой там первую мафию прошли, я до сих пор как в каком-то сне. То есть я до сих пор, мне не верится. А мы всю, блядь, прошли. Мы даже большую прогулку все тачки там нашли. Хотя я этого даже раньше просто никогда не делал. Не говоря уже на стриме там и так далее. Поэтому, блин. Да, немножко было как во сне. Плюс еще интересно вообще. Кто-то, если выползет вот из стареньких, очень интересно посмотреть будет. Да, я прям жду. Я жду, что придут люди, которые еще героев пятых смотрели. Шестых, прошу прощения. Пятых я не записывал. И которые такие, о, это было когда-то. Как будто вчера. И вот это все. Короче, я прям жду. Будет прикольно, интересно. А нам 10 лет, между прочим. Мы, собственно, к чему это все? Это нам 10 лет исполнилось. Да. Надеюсь, еще как минимум столько же. Как знаешь, эти банальные пожелания. Ну, надеюсь, еще столько же хотя бы проживешь там. Еще столько же тебе прожить, да. Так, надеюсь, еще столько же. Спокойно вообще. Мы же не дискеты. Да, надеюсь на это. Короче, увидимся. Пишите, звоните. Давайте. Всем пока.